Вы после эпичной, скажем, драки, тех, кто это помнит, это помнит, наверное, только Колин, который бежал там со всех ног, такого всего, вот, попадаете в Дуброг. Колина берут быстренько под ручки и ведут несколько стражников, четыре штуки, со всех сторон. Они такие, в общем, очень серьезно подошли, и, в общем, что-то хочет Линера, ой, да, Линера очень что-то хочет выяснить. А другие ребята, вы пока лежите в лазарете. Ну, вы как бы особо не знаете, но вы знаете, как проснетесь. Но пока вы еще не проснулись. Вот. Эти стражники ведут, Колин, ведут тебя по лестнице, поднимают по большой-большой дубовой лестнице, по центру всего Дуброга. Вот. И ты чувствуешь, что сейчас будет какой-то там расспрос или что-то еще. Тебя, как бы, открываются двери, приглашают в зал, ты туда заходишь, ты видишь, напротив стоит Линера, рядом с ним стоит еще один стражник. И она очень, смотря на тебя с таким, как бы, с вопросительным взглядом немножко, ну, как бы, честно, прямо предлагает присесть за стол и, как бы, немножко там выпить чаю, покушать, как-то чуть-чуть почувствовать себя легче. Как ты поступишь в данном случае? Ну, я, конечно же, предложение приму. Ты садишь, послушно все очень кушаешь. Вот. И после того, как ты чуть-чуть спокойно перекусил, она к тебе обращается. И рядом, вот, указывая, как бы, лапкой на этого стражника, и говорит, дорогой мой Колин, мне стражники сказали какую-то очень непонятную историю, что будто какие-то мыши во голове с тобой отпустили каверзного бандита Шкверна и вместе с ним куда-то спешали. А еще мне один разведчик доложил. Видел вас в разговоре с Ванестой. Вместе с Шквером. Дорогой мой Колин. Скажи, извините, я дверь вошью, а можно я через пару минут пойду? Вы знаете, я плохо помню, у меня по голове стукнули вот тут в бою. Я... Мне нужно время, чтобы все вспомнить. К ней нагибается этот стражник, что-то шепчет и показывает на тебя. И он говорит, да, типа там, да, это вон все такое вот. И ты немножко такое подмечаешь, что вроде бы где-то этого стражника видел. Вот. А на тебя смотрит Линера, как-то странно, и говорит, Колин, вы точно ничего не помните? Потому что мне, стражник, который у нас вон находится, был свидетелем того, что вы в компании с моей любимой дочерью пустились в такую авантюру, разбили товарищу стражнику сердце. Я еще с дочкой поговорю отдельно. И куда-то сбежали. Может, вы что-то все-таки помните? Сейчас, правда, вспомнить. Не, я помню, что мы шкверно вывели из тюрьмы. Это я про себя думаю, когда я говорю Линере. Помню, что мы его вывели, и в итоге он от нас сбежал. Только не знаю, как это объяснить Линере. Да, да, Линера, она ждет каких-то объяснений. Она очень надеется на опровержение. Да нет, на самом деле все так и было. Ты так говоришь? Примерно. Нет, нет. А, нужно сходить, да? Нет, ну ты говоришь или думаешь? Пока думаю, подожди. Вы знаете, он сбежал. Он сбежал, мы не смогли его восстановить. Мы видели, как он убежал, но не получилось. Она смотрит на тебя и говорит, голубчик мой, мне кажется, что-то вы не договариваете. Там была очень хорошая стража и очень хорошая скажем так, решетка. И мне не совсем... Камера выделила. Я вам предлагаю, пока ваши друзья набираются сил, немножко посидеть и подумать. Мне, к сожалению, вас опасно выпускать сейчас полный шквер. Я так понимаю, после этого разговора ребята останутся в лазарете, а я сяду там, где шквер сидел. Ты себе представляешь как мужика торговой жизни. И мы тебя оставляем точно таким же образом, как шкверно. Ну, как бы метод отработан уже, в принципе. Ну да, в принципе. Вот. Она говорит, что вы... Наверное, какие-то были у вас мотивы? К сожалению, как-то получилось пообщаться со шквером. У меня с ним был отдельный разговор. А, вы уже понимаете. Я не могу вас пока какое-то время выпускать Дуборг по той причине, что наши стражники и другие жители Дуборга, между ними пошли очень странные слухи. И, переживая за вашу безопасность, я бы хотел, чтобы вы какое-то время, скажем так, подумали. И тебя берут стражнички под руку. Самоизоляция, в общем-то. Да, который... Карантин. Карантин. Да, которого ты обманул. Он идет сзади, немножко так потыкивая мечом, пока никто не видит. Такое, ехенькое. Вот. И, в общем, тебя ведут-ведут вниз, и ты видишь, что тебя заводят в корни Дуборга. Очень спускаетесь. Идете прямо-прямо к той клетке, там, где сидел шквер, и тебя туда садят. И ставят двух стражников. Очень хорошо запирают и говорят, что не одна мышца, без пропуска от Ленинса, не должна сюда проникнуть. Вот. Ты пока там сидишь, тебя нормально, тебя как бы и там покормили, с тобой пообщались, но так... Нужна ложка и напилик, ребята. Ложка и напилик. Хлеб передать, да, с напилик? Вот. В это время из тех, кто лежит у нас в больнице, Магикус, Нес и Люци, Люцию, а, еще и Ливи, Люцию совсем плохо, поэтому над ним врачи стараются спасти его жизнь и, скажем, то количество там травм, ран и падающих, досы, которые на него там свалились, огня и всего прочего. В общем, надолго его еще заставили посидеть в лазарете. А Ливи, когда просыпается, она просыпается не в лазарете, она просыпается у себя дома в очень красивой комнатке на третьем этаже Аждуборга. Это где-то вокруг Кроны. Все очень приятно. И когда Ливи приходит в себя, ну, она видит обу комнату, комната закрытая и слышен стук в двери, стучится Линера. И она заходит и говорит, Лили, как ты поживаешь, солнце мое? Лили? Лили? Что, Лили? Ну, подходит твоя мама и спрашивает, как ты поживаешь. Мы пока еще вживаемся в образы, поэтому так сложно начинать. Неделя все-таки прошла. Я же говорю, плохо мне, ничего не помню. Вот так. Она садится на краешек кроватки, смотрит, что ты пришла в себя и, в принципе, говорить можешь, раз, несколько раз, даже чуть-чуть попыталась прикрикнуть, прикрикнуть на маму, плохо мне. Вот она говорит, дорогая моя, ты же понимаешь, что ты у меня будущая принцесса. И странная очень авантюра. Мне кажется, ты не совсем с теми мышами подружилась. очень много тут хороших, крепких, дубрских мышей есть. А это такое, скажем так, у них прошлое совершенно другое от человеческой. И мало ты знаешь, что там в голове человеческое это происходит. Скажи мне, пожалуйста, как так получилось, что ты окружила, обворожила стражника и тем временем пропал в шкверху? Не знаю. Слышишь, он еще не делает. Наверное, может быть, это тебе показалось, ну, такого не было. Свободу, Юрий, деточки. Дочка моя, ты настолько красивая и прекрасная, что стражник тебя чуть не влюбился. Я сомневаюсь, что такие очаровательные глаза могут обмануть. Мне кажется, он себе что-то выдумал. Это было, это хорошо. Ты знаешь таких ребят, как Колин, Нес, Магикус? Да, конечно. Как долго вы в этой компании ходите, гуляете? Ну, достаточно долго мышиных месяцев мы скитаемся все вместе. Солнце моё, Шкверн очень опасный бандит. Он убил очень многих наших мышей. И за что убил? За кусок сыра убил. И доставляет большое количество неприятностей. И это поведение очень странное для меня. Поэтому я думаю, что пока тебе нужно прийти себе немножко в порядок и полежать здесь. Я думаю, тебе где-то недельки подумать будет достаточно. Она встает очень мило, целует тебя в лобик и закрывает дверь, а к двери приставляет стражника и наказывает его. В общем, если она попытается сбежать еще куда-то, ты мне сразу сообщи об этом. Пусть пока поправляется. Вот. Проходит где-то неделя. И тем временем приходит, очнулся Мальгус и с Незом. Вы очнулись в лазарете. Очень приличная обстановочка. На кровати из листочков. Та же ширмочка, которая отделяла вас от этого места. В прошлый раз была. фонарики из колокольчиков и все прочее. И к вам подходит уже врач и с врачом подходят два стражника тоже. Они уже такие наготове, видят, что вы пришли в порядок. Говорит, ну как все чувствуете, бойцы? А что было? Я вообще долго был в отключке? Да, шибануло вас хорошо, я смотрю. Валялись в лагере еще целую неделю, еще неделю тут пролежали. Майкус, Майкус здесь? Здесь. Неужели так много времени прошло? А ты как? Тоже на крючке был? Уже лучше, но только я не понимаю, где я. Мы уже в Дуброге. Стража. Да, ты Стража? Ну, Стража говорит, да, вы в безопасности. А что с замком? Все в порядке? В замком, ну, как сказать, все в порядке. Шугануло там отлично, все разлетело, все сгорело, сыра у нас упалилась. А кто шуганул-то? Ну, последнее, что я помню, это то, как мы бежали от Ванестра в образе паука и ее крыс. Потом меня пришибло балкой. Вы когда спрашиваете, что так шугануло, он показывает сторону Люция и говорит, ну, вот ваш товарищ, он, видно, так шуганул, что до сих пор лежит. Кстати, что там случилось? Бедные Люции. Кто бежал в образе Ванестра? Нет. Ванестра превратилась в паука, и после того, как мы подорвали машину, мы от нее бежали по подземельям, она на нас направила своих прихвостней, в итоге меня и Лили пришибло балкой, потому что замок разрушался. А я их захвосты вытягивал из замка. А кто разрушил Ванестра? Да нет, мы получается. Мы очень удачно поставили зарядку. А, мы очень удачно зарядку. Вот оно. Я говорил, давайте шестеренку какую-то, сломаем заряд, давай, заряд, чтобы наверняка. Вот, поэтому наш одной замок все. Вражники такие кивают, говорит, да, да, так точно так все и было. Совсем все осталось от замка? Ну, замка, конечно, осталось, там все погорело, там сейчас такой беспредел, там уже никого нет, замок пустует. паука они видели там поблизости, да? Да, кстати, Ванестру или Шкверну? Ну, Ванестру последний раз, что мы видели, она там горела и орала. Очень сладко горела и орала, хочу заметить. А Шкверну, я так понимаю, его уже нашли, да? Хотя что со Шкверном? Вот Шкверно вот пока есть какие-то слухи. Вот пару прихвостей болтались, а Шкверно что-то видно не было. Вот как раз наши ребята некоторые этими занимаются. Вроде пару человек туда было отправлено на разведку. Пока не знаем, что это надо все у Лины расспрашивать. То есть Ванестру в замке там уже с концами сгорело? Это нужно точно спрашивать у Линеры. Она решила взять полностью под свой контроль вот эту операцию с разведкой. Ну вроде ничего от нее остаться не должно было. Ванестра очень хорошо там горела и орала. А слышно что-то про Колина или Линера? Тоже хотел спросить. Где Колин? Колин допиливает уже решетку, поэтому ну они так кинжальчиком так в общем по руке свои бьют такие ну что Колин Колин боец лидер повстанец так сказать какой-то бунтарь но с ним что-то там Линера говорила Бунтарь? Да не может быть он бравый солдат из наших парней полицей вы не переживайте вы его сразу встретите это я вам точно скажу кстати у вас завтра выписка так что набирайте сил завтра увидите Колина и всех остальных по-тихому говорю Мадикусу нас случаем не упрятать хотят не? Ну вот я поворачиваюсь и ему и так же тихо отвечаю что не нравится ну в общем они вам сообщают что завтра у вас будет выписка и завтра выписка да а сейчас какое время суток здравствуй небо ну а там кто-то из больных тебе тычет короче в окно и говорит что свет что не видишь что ли о ребята у меня же все работает у меня нормально все работает да ну это видимо у меня так секунду я пока в стиле посижу я перегружусь я могу все хорошо как мы встретимся я же не знаю где но мы пока во власти мышей нет Лили ты не знаешь где они находятся ты не знаешь ни где Колин ни Магикус ни Нес Колин не знает где находится Магикус Настя Лили он может только предполагать ну он слышал что их он слышал Колин что Магикуса Неса и Лили в лазарет куда-то отвели там а Колин где ты не знаешь где Колин ты в отключке лежала тогда я вообще не знаю никого у кого я могу узнать ты тебя в общем ранило и ты очнулась у себя просто в квартире в которой там заперто и никого не выпускают кошмар да вот так что думаете делать ребят Магикус я говорю драпать отсюда надо драпать а да но мне нужен мой посох надел надел без него я бессилен наверное опять отнесли куда-нибудь арсенал или в коллегию может без заряжения ну сумки ваши типа рядом валяются а в них особо не копошатся мало ли что там есть там а так мы в одной комнате в одной палате лежим да ну мой фолиан при мне так а кто кто из людей еще кроме нас есть в комнате в нашей палате ну вот совсем люцарь рядом лежит которому совсем люцарь понятно там из стражников там где-то страна там ну это это такое это кобылазарет хоть он и военный но там особо охрана не шныряет там по коридору может идти там один охранник туда-сюда вот мы на каком этаже на первом это полевой лазарет на первом этаже да ну то есть он практически палатка типа да вровень вровень как раз вот с основанием этого всего поселения чтобы быстро это затаскивать больных если это палатка то предлагаю потихоньку разрезать край и как стемнеет выбраться отсюда взять свои шмотки а мы не сделаем так еще хуже вроде как стражник ничего не говорил про тюрьму конечно все это не очень хорошо пахнет но он сказал что вот Колина упрятали он повстанец а мы как бы с Колином в одной команде были поэтому логично что нас тоже захотят допросить ну мне так кажется то есть ты предлагаешь бежать найти Колина Лили и все вместе бежать из Дуборга наверное да шепотом а тем в каком случае шепотом вы пока подумали вы что как в общем что вы решили подождать пока темноты в любом случае надо ждать темноты хорошо тем временем Колин находит свою решетку что Колин думает там делать я пытаюсь попытаюсь ночью вылезти из тюрьмы сбежать там в корнях ночь всегда там только факел освещают в туннеле там в общем это представь такая вот земля и куча-куча корней вот над тобой находится дерево и все вот переплетается в огромных там вот ветках то есть там по сути проходы какие-то арки но связано то есть там свет дневной вообще не попадает туда и я острыми зубами все это время по ночам грызу грызу решетки вот эти вот ветки ты каждый раз как пытаешься зубами грызть решетку сзади поворачиваешь стражников и плашмя кинжалом тебя бьет по лбу ну потому что он как бы не может не усыщаться там же ты грызешь а я сразу так как будто я зубах ковыряюсь просто веточкой в плане думаешь что Коль уже не тот герой который был раньше это он странный очень ну ладно туда сижу просто жду когда меня туда вызволят ты просто сидишь ждешь не копать начинаю точно я делаю подкоп они стоят спиной ты когда начинаешь там что-то что раздеть они это слышат ты как делаешь подкоп ложкой ну не знаю ну лапками ну как ты просто так нагибаешься так восстановишься там раково ну как я не знаю как мыши копают ну наверное это стоит так руки вверх подят и одной лапкой и сзади так оп у тебя в палате ну это такая почти такая прямоугольная немножко вытянутая камера и там есть если смотреть на стражников вот на решетку справа у тебя там вот кровать которая там на цепях откидывается слева там что-то типа сортира она с такой дыркой и что-то вроде умывальника это часть какого-то там стебляка такая стекает и там просто иногда капает водичка вот а сзади там еще стоит там ведро в основном и что еще ну практически все а камней нету никаких там под ногами под ногами и что земля она очень хорошо топтанная такая ну земля под ногами а решетка а решетка она такая она из очень таких она из иголок стоит вот иголки воткнуты да и а сверху все эти иголки они связаны очень хорошо нитью поэтому типа так грызть можно долговато ну тогда я не знаю надо придумать какую-нибудь хитрость я подхожу к решетке и так ну пищу в сторону охранника он смотрит и он такой поворачивается и думает что ты вытверишь в этот раз в прошлый раз ты играл за решетку не доверяет уже ну я такой зову типа может договоримся там как-то я выпустишь я сколько там тебе сыра может быть вот отвалить надо ну этот страйчик смотрит меня с вопросительным взглядом типа на него смотрит другой стражник а тот такой удивляется и смотрит на тебя что вообще поехал у меня много сыра на всех хватит у меня друг на сыроваре он такой да да заливай заливай на сыроваре еще скажи еще скажи с воздуха сыр падает как вы там только так и падает кстати да да конечно знаем эти байки да да я не знаю как это работает ну давай в общем ты сейчас круг сыра передо мной шлепнется я тебе открою тут такой говорит о да давай окей хорошо ну надо подумать посмотри там может где-то залежался позвонить можно он в общем отворачивается и особо на тебя пока не обращать внимания ну я тоже отворачиваюсь сажусь и начинаю ковыряться пальцем в земле я на твоем месте сирии ты там что-то ковыряешь и он уже задолбался на тебя постоянно отвлекаться с теми всеми да кстати а можно пошариться по камере конечно да ты можешь посмотреть что посмотреть сам осматриваюсь что-нибудь нахожу ты смотришь видишь кровать видишь какую-то дырку сортированную видишь кусочек стебелька который торчит из земли я боюсь спрашивать а дырка сортированная большая можешь подойти и заглянуть в небо можешь залезть на игру стражников я просто вспоминаю этот фильм смотрели нет публика Шаушенга как раз через нечто подобное сбежал может у меня есть шанс ты слышишь что вода которая капает она где-то капает но да она же откуда-то капает может быть ну где-то три мышиных три мышиных хвоста вниз глубина где-то три мышиных хвоста они же не будете в метрах мериться глубина чего глубина это яма ты слышишь как вода капает и она капает вот когда слышишь звук она кап ты слышишь где-то три хвоста мышиных ну я не знаю вылазить через это через яму а куда я попаду не знаю да нет что-то стрёмно я лучше ребят подожду тогда меня вроде тут не навечно заперли я понял честь дороже я так понял ты тоже как бы ментально ждешь ночи потому что обычно ночью что-то хорошее случается да ждешь клише да Жанна ой прошло Лили да ты лежишь в кроватке как ты себя чувствуешь тебя никто не спрашивает но ты можешь как бы сказать самочувствие и попытаться что-то сделать если хочешь я хочу пойти к стражнику и у меня ничего с собой нет но я хотя бы могу с ним просто поговорить могу пойти к стражнику да ты подходишь к двери стучишься в дверь там в общем открывается очень аккуратненько такое красиво вырезанное окошечко стражник смашивает да миледи вы хорошо себя чувствуете я хочу сказать что мне нужно мне нужно что-то мне нужно что-то ну не знаю что хотите покушать может вы голодны как вот это лекарство для памяти называть я думаю я хочу подойти в комнату к маме там к матушке своей не беспокойтесь вам не нужно утруждаться я сам могу позвонить позвать не надо мне звонить мне нужно не исходить лично понимаете у нее в комнате там лежит женские принадлежности кто вы такой невежливый дайте мне договорить говорите говорите прошу прощения дорогая мне нужно в комнату к матушке что здесь проведите матушка сама мне наказала строго вас никуда не выпускать не могу ослушаться ее приказа а если вы меня не послушаетесь я нажалую на вас своей матушке и она вас уволит так что слушайтесь и ведите меня говорит о дорогая Лили как станете королевой я буду у ваших ног а сейчас пока королева наша это Линера и знаем у вас капризную девчонку кто-то слышали всякое происходило ну что я а у меня вообще нет окон в комнате есть конечно есть комната конечно окна есть тогда я говорю ну хорошо большое спасибо что не выполнили мою просьбу я вам еще это припомню ухожу жду пока он закроет дверь он очень на тебя обиделся как бы не понимает он с тобой так мило общался и закрывает такое ну ладно ну я буду видимо я хочу подойти к окну и посмотреть если на нем решетки если нет то может быть я могу устроить подъех из окна ты подходишь к окну и видишь что у тебя с окна открывается очаровательный вид на крону Дуборга если посмотреть вверх а вот на уровне твоих глаз твой домик как раз выходит таким еще балкончиком ну как раз где-то на уровне вот третьего яруса и внизу очень низко о тогда я тихо нет наверное я дожидаюсь вечера чтобы меня никто не видел открываю окошечко и сбегаю из этого из этого задачения подождать вечера да да я предлагаю все ждут вечера хорошо наступает вечер ну немножко темнеет в лазарете переместим сейчас в лазарете в лазарете уже какие-то последние там ставят капельцы таблеточки разносят вот на улице стоит ну понятно что там вы видите из окна еще ходит какая-то стража военный лагерь вот там есть ну как бы военные даже лежат военные ну и уже темнеет но у вас включена в лазарете на столе вот эти маленькие колокольчики лапочки они вот включены у вас стоят это практически весь свет лагерь лагерь так но надо потихоньку выбираться отсюда как мы решили сначала раздобыть не сначала надо раздобыть наше снаряжение потом мои серебят у меня нет пожитки свои берут три рядом с кроватью стоят и смотрю у них там все мое обмундирование там броник шлем там молот мой ты видишь что у тебя сумка пустая бронь шлем и все что на тебя было сверху у тебя соответственно его нет а в сумке у тебя ничего не было а я осматриваю свою сумку кое-что там вижу ты осматриваешь свою сумку и это видишь что у тебя валяется твоя книжка какой-то сверток и все в нашей палате есть пациенты которые помимо нашего товарища да у вас четыре койки и значит такой как которая как бы глубже всего там лежит без сознания эволюции а та которая поближе там один вояка такое на боку уже немножко похрапывает я бы предложил спросить у этого бояки может он видел куда они шмотки наши отнесли может они где-то здесь в лазарите вот ну ты вот он такой типа а что такое чё не спится ребята чё мало вам надавали крысы они 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 хотели спросить и не видел ли ты может куда наши вещи отнесли мне там лекарства сумички лежали вместе со всем мудированием но в общем не лекарства нужны вот личные мои поэтому я беспокоюсь за свои вещи англит так так чё это вот на входе в лазарете там есть отдельная комната хранения там обычно и вещи тех кто сюда доставляет туда и сбрасывают может а ваш вот не знаю спасибо спасибо как дойти до этой комнаты ну а как вы ходите ну вы знаете палатка она такая вот тройная то есть сейчас мы находимся в самом уголку дальше следующих в отделении там как раз вот это вещи из шмотки а последнее отделение перед выходом просто небольшой типа коридорчик там какой вот быстро китомаш лекарства занесут такой маленький тамбур спасибо прости что потревожили ну ладно все нормально так ребята вы там не в курсе чё с теме случилось мышами которые которые отправили по солдат они тут тут короче слухи пошли что пару мыши туда отправили за этим как же его там мирном шверном шмары какой какая-то шмара лазит по этим всем не спрали бригаду мыши мыши 4 5 но что-то пока я не слышу от никаких то вестей говорят сама линера всю эту операцию организовывает преступника ловят да конечно он же всех достал уже я ему вообще голову оторвал бы хвост обрезал заставила вас есть но и мы сейчас подолго его здесь пролежали передадим обязательно стражникам встречали сами вот крючки были кого из его так шоу туда идет что ли да не никуда мы не идем ну чудные ребята шутите шутите я бы не хотел бы встречать здесь еще надо к отворачиваться и спит выглядываем в коридорчике есть там люди в коридорчике нет 311 охранник сидит спиной как бы возле вещей как бы сторожи такой ящиком прислонился там и из орехов из крупы стоят и типа ниши и в них всякие там шмотки 3 он спит то я ну просто прислонился чем задумался и смотрим в сторону там дальше выхода такой вопрос ух сейчас где-то летает или он со мной уфу нету пока собой не видишь рядом потерялся малых так отрисован можно колдовать да вот пока не могу меня сыра нету здесь день есть наборка обезли море нет вроде простое заклинание с рук не могу мне нужно модно колдовать надо имею ввиду то что у меня ванны нету надо восстанавливать силы а для этого сыр нужен может быть лучше ты его оглушив сзади они может это я шашки с ним сыграю все глуши то сразу я с ним сыграю шашки если начнет на тебя поворачиваться я его шахматной доской по голове так вот шахматы сыграть я в общем иду подхожу к стражнику и присматриваюсь он спит нет ты смотришь на так просто мечтательно куда-то смотрится с высшим взглядом я подхожу к нему перед ним чуть не спится может сыграем во что-нибудь там он такой немножко перебугался такой о так ребят отчет вы без врача встали вам-то еще же лежать и выздоравливать тут думаю это лунатизм какой еще он позволил кто такой лунатизм это никто это болезнь это когда ты начинаешь ходить не контролируемого ты в шашки играть будешь нет я знаю только игру в орешки я только в орешки давай в орешки играть будет я тебя не видел ты валишь сюда если тут останешься сразу скажу что без проблем без проблем играем в орешки меня здесь нет он такой короче достает орешки и говорит значит так играем так в общем достает три орешка и под них ложится маленький кусочек сыра и начинает эти орешки вот так берешь кусок сыра если не угадал то значит идешь танцую на руках я смотрю он кидает пока сыра я так осматриваюсь и думаю там магику спасал уже шмотки брать ну вот я надеюсь что ты выиграешь кусочек сыра кинешь его мне я накалдую невидимость и пойду завещать потому что давай так раз ты у нас галякова тебя три попытки да если три попытки ты не торчишь два куска сыра я потом за тобой приду ну мы еще посмотрим я могу и выиграть ну ладно ладно ну давай давай он спрашивает в общем под каким сыром под первым вторым или третьим орешком под третьим он смотрит он открывает и говорит а под первым а с другой стороны с другой стороны я имел ввиду ты с какой стороны считаешь я слева направо ты что справа налево он тебе показывает цифру 3 говорит вот там лежал он в общем отворачивается опять мешает орешки давай гаду в каком месте а мне там это сзади магикус не подмигивает не подсказывает какой лежит сыр не пытается ногами там жестами показать я второй я стражник смотрит открывает второй он говорит а нет по третьим но он уже такой расслабился ха 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 сейчас прыгает и такой опять отворачивается а ну как он отворачивается так что ты не видишь но он там что-то сыр мешает я не могу посмотреть куда там сыр тут мешает и ты нет тебя его прячет и магикус не видит куда она по теории вероятности надо снова брать с каждым следующим разом шанс выпадения этого числа будет возрастать смотрит за ним наблюдает двойка проверим магикус наблюдает магикус более-менее хорошо присмотрелся сейчас ханс увеличились итак под каким сыр говори 2 2 открывает 3 3 нет хочешь 3 куска сыра и начинает драться нет сыр ты будешь брать у меня дед на сырной фабрике работает девка есть дед сырную фабрику построил свою слушай а девка у тебя есть? ну есть а что не ну бартер так бартер я за себя спрашиваю ты можешь слушай о слушай ты можешь какую-то мышь провести сюда я тебе прощу два куска сыра нет этого мало будет это это очень рисковое дело меня заметят меня в карцель кинуть нет я так макаться не буду ради этого два куска сыра того не стоит что ты мне можешь предложить больше? а что хочешь? я шмотки свои хочу у меня там игрушки мои любимые лежат в мешке значит так а кого ты в лесу собрался? я тебе дам шмотки но если ты не вернешься то я тревогу объявлю согласен? бабу нашел? согласен поделаем по рукам значит так в общем сегодня смена караула будет через какое-то время через 5 лап будет смена караула но вот уже совсем скоро когда будет смена с караул я тебе возьму подругу скажу что Ленина особо попросила куда тебя вывезти но вот стражники все одни как бы главное не попасться на начальника а так все будет хорошо вот ну что пойдет? пойдет он такой потирает ручки ну ладно ладно хорошо так что у тебя было? как тебя зовут? Нес он такой ищет Нес Нас Нус Нес Нас подожди у меня сложное имя у меня Незомагикус мое имя у меня имя Нес а это батькович Магикус Магикус значит Нес Магикусович Магикус Нес А что значит Магикус? Да это отчество мое я себе просто два имя думаю кто моя кличка? Сонта-Барбара Нес имя а Магикус это кличка среди друзей вы родственник так я сейчас на дурака похож ну что это? что это за Магикус? кто такой Магикус? Да кличка моя среди друзей они меня так в шутку зовут потому что я тупой и ничего не соображаю типа Ямах попытается смотреться а вокруг нет ли Магикуса? ну вообще нет ли кого какой-то мыши вокруг? где Магикус где сейчас находится? Я в темноте я скрываюсь в тенях там палатка как бы достаточно освещена поэтому если там где-то прячешься ты можешь заметить ты где-то там стоишь? ну я скорее так в щелочку двери наблюдал как там у нас играет он так смотрит такой так тут тут лежат вообще ну 5 коек 5 воинов Несси Магикус это разное что ты хочешь ты мне? давай прямо давай на чистоту что я хочу? я свои вещи хочу значит так приносишь мне мышку и ну а там решим на месте уже и 4 куска сыра что? много хочешь? немного, да 4 куска сыра а что за фамилия двойная я вот не помню что ты начинаешь смутить ну сыр так сыр бог с тобой слава Дубаргу он такой ну смотри смотри у меня тут короче стражники по всему Дубаргу знакомых полно если что скажешь вот тебе влетит потом я такой сверху вниз на него смотрю ну хорошо хорошо все нормально будет не переживай он такой подходит короче швыряет в тебя шлем и палку и начнет держать ты за этой палкой 4 куска сыра ха-ха ну на-на ну в общем дает шмотки тебе как бы Магикоса и Неза ну и твои шмотки дает я ему говорю чтобы он сидел здесь и ждал сейчас все будет значит так подожди тихо ну в общем посмотри там если кто-то на улице там пока особо никого нет и в этот момент происходит там смена королла один стражник другой подзывает они начинают общаться и пока они смотрят в сторону проход открыт они там что-то там закурить веточку решили я подменил Магикосу пока они там курят чтобы он выходил в коридорах копал свои шмотки и мы получим в общем практически бесшумно подхожу к своим вещам он ты берешь ты берешь вещи и тот который там лежал такой эй эй ты куда кто лежал что скажи по нужде идешь да мне надо ответить на самом деле знаешь друг я слышал мне кажется ты тоже там что-то там был но у меня к тебе большая просьба там тот отряд который ушел один из них мой друг очень тебя прошу найди его пожалуйста как его зовут его зовут Джин мышь Джин Джин и почему он для тебя так важен ну он уж пошел с отрядом мышей туда их было 5 человек вот и ну оттуда Джин не вернулся а остальные мышей я не знаю ну хорошо постараюсь что-нибудь узнать у него есть какие-нибудь черты отличительные ну такая боевая наглая мышь очень хитрая осмотрительная я надеюсь нормально там выживет ну хорошо если что как я тебя могу найти ну меня тут выпишут если там дальше по улице пройдешь ну там есть там частные дома слушай знаешь ты просто другому там вытащи сюда он сам меня найдет давай так да хорошо договорились все ну все бывает ну что выхожу из палаты дуб дуб с тобой да тот стражник говорит так быстро быстро короче налево сразу забежали и все там секунда буквально и пинает аж коленом волосатым под зад побежали все убежали вы спрятались да вы там спрятались где-то за палатку ну там темно как бы особо там не видно там много уже веток корней и все такое вот она стража ну а ты заходит вовнутрь там садится а мы по дороге нигде это девушек не видели может все-таки получится еще и просьбу удовлетворить но ты ты выходишь в том месте там неинтересно как ты будешь формулировать девушки там у вас у вас у вас ну нет так нет мужика он не это так хорошо мы брались тем временем колен что он будет что припринимать да я же уже попытался будешь или просто будешь дать пока да хочется как-то поучаствовать уже в общем кипиши да ну хорошо ты просто ждешь пока их да они не знают они не знают где ты на самом деле не ну нам же упоминали что он где-то в тюрьме да тюрьма обычно под замком ну вам лично вам лично не сообщали информации где он находится в лазалете ну я в таком случае можно попытаться я предварюсь мертвым давайте так вот я просто такой аааа и лапки закинул да лапки закинул короче вижу типа все откинулся они посмотрели на тебя как что-то там этими глазами повели такие усами ну не знаю ничего дальше стоят сколько ты так будешь прикидывать от собаки без чувства таки слух сказал да слух такой от собаки сколько ты так будешь прикидываться попробуй пену со рта опустить нет не получится нет что пену со рта опустить короче пузыри пускай уже лежу подергиваюсь немножко они такие смотрят ну эй с ним там нормально еще хвост у себя на шее завяжи мне кажется что-то херово может давай его пнем или чем-то ну кинь него камень а ну да короче кидай в тебя камень больно кидает камень больно кидает но я как бы делаю вид что типа мне все равно как бы продолжаю еще больше дергаться и там похрюкивать они такие пересматриваются слушай давай что-то понимал нам выпадет потом от линера если он там сдохнет нам же приказали его подержать отпустить ну да ну да в принципе ну фиг поймешь с ним да что фиг поймешь он же типа герой дуберга да герой герой знаем этих героев в шквером сбежал предатель как остальные мыши да ладно ладно подержать и отпустить интересно так он же так слушай такие же должны уже завтра утром типа отсюда вытащить и к линере опять всех все все эту банду короче повести слушай ну давайте короче к нем если все нормально ты стоишь возле решетки смотри чтобы никто не видел я короче уже не делаю не делаю никаких движений уже просто он короче открывает тихо решетку пока тот смотрит чтобы никаких других стражников не было на шухере стоит а второй стражник заходит и аккуратно тебя тычет мячом тык-тык вот а я вскакиваю толкаю и пытаюсь выбежать из клетки ты его отталкиваешь в сторону и когда ты бежишь за этот шум поворачивается другой стражник и пинает и пинает обратно в клетку да блин он нашел херостеял у меня тут встает такой вот говнек этот крыс это же крысятина еще а я короче хватаю вот эту палку которая есть что это короче оружие которое он у меня тыкал направляю на него и тому говорю что открывай или я его в общем прикончу на жесткие меры хорошо ну тот тот который упал он как бы бросается на тебя а тот стражник тоже вынимает меч и смотрит на тебя типа что сражаться не будешь я так понимаю я не доживу до конца встречаемся короче ребята в этом ванес 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 шутишь он тебя пинает и бьет по башке и ты теряешь на витамин пинат от сознания потом когда приходишь в себя там стоит уже один стражник и решетка закрыта второго второго не видно голова болит немножко ты когда боролся с ними ты ключи у них по тайком хвостиком из кармана не вытянул мне хорошо так понятно как поживает Лили наступил вечер наступил вечер наконец да наконец наступил вечер сидела сидела как принцесска ждала ждала вот вечер наступил я прислушиваюсь чтобы в доме было тихо да тихо ты слышишь посапывание за стенкой посапывание какое-то выхожу на свой прекрасный балкончик так наверное это моя матушка спит возраст все-таки похрапывает раз ну ну такое как бы огни в городе горят кое-где но на тебя пока особо никто ну ты не видишь что кто-то за тобой там следил или смотрел прекрасно тогда что я наверное догадываюсь в том что моя команда либо в лазарете либо на еще где-то скорее всего их забрали а как ты а как ты догадываешься ну разве их в предыдущий раз не выбирали или точнее я же попала в предыдущий раз в лазарете да да я подумала что наверное если бы у них была матушка она бы забрала их к себе а у кого нет матушки всех в лазарете ну да 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 как грустно да ты действительно прикинула что они могут быть в лазарете вот поэтому я значит аккуратненько выбегаю на свой балкончик спускаю хвостик вниз хвостик хвостик твой до земли не достает хвостик твой до земли еще не достает 10 хвостов высоковато я знаю но хорошо а я могу перепрыгнуть тогда куда-то так говорил ты можешь свить веревку из простыни ну у тебя как бы балкон как бы вот влево-вправо соседних домов ты не видишь он у тебя очень такой парадный условно там центральный какой-то можешь сказать у тебя выход и ты видишь вот площадь Дуборга рынок по центру площади вот так чтобы влево-вправо прыгнуть ты особо не видишь за что зацепиться разве что там соседние какие-то окна может быть или что-то еще если осмотреться так в таком случае я беру действительно простын наверное всю которая есть в моей комнате ткань и делаю из нее глюнющий канат да и устраиваю собственно полет как рапунсель только на канадах да хорошо ты навязала да на канадах ты навязала кучу веревки подходишь к балкону с этой кучей веревки и аккуратно спускаю ее вниз ты спускаешь вниз и видишь что до земли она всего лишь на один хвостик не достает и на на одну лапку не достает до макушек двух охранников которые стоят на входе в дом о боже тогда слава богу что не достает потому что я быстро отматываю назад но они тебя не видят они тебя не видят это все сверху там происходит ты на них просто прыгай я могу этим канатикам сделать петлю и их немножко подушить охрану они же у тебя еще маленький мышон там помнят как ты можешь они мне мешают да я смотрю Линера вообще воспитанием занималась да по души чуть-чуть совсем мало у тебя пока простыня не достает если хочешь можешь что-то там еще поискать пойду поищу тогда что-нибудь еще в своей комнате а что у меня еще кроме просто ну там веточки всякие листочки цветочки в виде колокольчиков лампы стоят такое мебель в общем-то я беру вот эту мебель которая имеет продолгованный вид а может быть сделать самолетик нет самолетик это я не успею или найти лук веревку привязать к луку веревку выстрелить и по канату куда-нибудь у меня же забрали все оружие ну да у меня без оружия кстати это хороший вопрос зачем я бегу без оружия не знаю мне кажется мне кажется просто не спит это уже грозное оружие чтобы принуждать ну в общем меня получается достать до земли правильно я понимаю если я все это подвязываю ну у тебя веревка болтается над охранником если там что-то еще подвяжешь на нее то она будет где-то вот в этом районе но они под балконом стоят они скорее всего заметят это все и что-то сделают но если если там прям совсем ниже еще опустишь то да но одного хвоста хватит чтобы спрыгнуть если ты так думаешь об этом я же все равно должна буду разговаривать с этими охранниками ну если ты так на них прыгнешь сверху то да нет я не хочу на них я аккуратно спрыгиваю за ними прижимаюсь максимально к земле и медленно я так понимаю я так понимаю что они под балконом то есть ты не можешь не за ним нет ты можешь спрыгнуть но они они услышат если спрыгнешь ну представь сзади вот в рост мыши кто-то прыгает они конечно обернутся эх беда беда так я могу кинуть в сторону камши чтобы они за ним ну отпрячь их внимание а в этот момент они отвернутся а я убегу хорошо ты в комнате находишь у тебя кучу всяких камешков там цветных просто типа какие-то вроде вас или что-то вроде этого ты хочешь взять потяжелее камень конечно чтобы я сверхкинула потому что камешек не даже интересует а сыра у меня нет случайно нет у тебя у тебя на столе один кусок сыра лежит один кусок типа твой обед остался еще ну вот я этот кусок сыра привязывала к камушку и его кидаю а на сколько тяжелый ты хочешь взять камень легкий средний или тяжелый ну наверное средний хорошо хорошо ты берешь я возьму с тобой в качестве оружия хорошо ты берешь надеюсь что я не попаду в голову ну хорошо ты как бы подходишь к балкону вот такой средней тяжести ну где-то может быть килограмма два тресина на язык человеческий и подносишь к балкону ты как его будешь ну я как бы в сторону так под 45 градусов влево кидаю влево кидаешь хорошо ты кидаешь его влево он отлетает не очень далеко плюхается и стражники смотрят на этот камень и они замечают что он куда он полетел потому что он никуда в кусты попал вот и поворачивая смотрит наверх и видит что ты на балконе они в общем быстро вырываются как бы в дом и ты слышишь топ топот доносится они оба бегут? да они оба побежали спускаются быстрее я спускаю свой канат и прыгаю вниз ты ты спускаешься хорошо ты очень удачно прыгаешь вниз и в этот момент ты слышишь в комнату топ в комнату и вбегает там два стражника один который тебя охранял а второй который снизу вот я им показываю это чай не показываю я просто быстро драп ангел госпожа Лили вы же еще не выздали вам матушка приказывала остаться здесь нам же влететь так помилуйте нас ну а я я не буду с ними разговаривать я уже далеко убежала в этот момент ты в общем скрылась куда-то там в теме под стены внутренние стены дуборга а они вслед кричат и все ура ура хорошо ты сбежала так давайте вернемся теперь поздняя ночь как там магикус магикус и нес итак мы раздобыли наше снаряжение теперь надо найти наших друзей где корень мы не знаем но Лили наверняка где-то в районе дворца вряд ли она где-то еще может быть ну лазарит ее не было а может быть значит не знаю где может догадывать ну я думаю что скорее всего она во дворце ну в дуборге поэтому ты догадываешь ну рассмотрим сколько ты ты точно уверен что она во дворце ну ты как бы ты ты очень сильно как бы интуиция развита интуитивно да говоришь что да она все-таки во дворце находится ну я наверное еще замок наверняка возвышается над всем городом поэтому мы знаем куда идти ну там он в конце он вообще в противоволожном конце города находится ну город не очень большой как бы там можно условно там за какое-то время перебежать еще ночью если потрачено ну пойдем переулками что думаешь Айку слушай помнишь нам стражный говорил что Колин в этих подался протестанты вот так что я думаю его за его протестную деятельность могли и в карцер временно а где карцер расположен не помнишь ну слушай ну обычно они как раз таких подземелья замков делались то есть в принципе ну если это прям если это средневековье если это чуть позже то это уже может бастилия то есть отдельное здание ребята ищите меня среди веток Нес это очень хорошая интуиция и ты ты как бы чисто логически понимаешь что скорее всего он там и есть ну тогда осталось это решить за кем первой очереди какого ну Лилии ну совсем матушка манера это это нас стражником посылало Лилии Лилии а пока тебе немножко это ругательство которое писком заболучили я говорю у зума есть нейронка которая определяет человек собирается давай давай если там что-то делаешь пока пусть так побудет без микрофона а потом включишься как мы перейдем хорошо так вы думаете ну вы даже тогда потихонечку потихоньку так под стеночкой что спуск спуск вниз он находится вот ближе как бы входу вход в корни вот и там много разных троп в принципе они пандусами пересекаются некоторые частично там как корни некоторые не как корни можно туда спокойно по дорожке к серпантин спуститься вниз по дереву а если идти к лили это на противоположный конец шагать а если разделиться я бы не разделился я бы тоже но ну хорошо тогда давай нам наверное важнее все-таки коллина идти я тоже так думал наш приз или уже считай король мы не знаем что там с королем случилось ну что идем тогда в корне ни одному ни другому по идее ничего плохого сделать не могут тоже логично или знают город и видите что там кое-где иногда шагают стражники что такого то есть там уже факелы немного темнее и там вы видите что ходят патрули где-то по две мыши а есть где-то здесь сточные каналы рядом ну прям так сказать где ну а где могут сточные каналы быть ну речь где-то должна быть ну всегда возле замка где-то есть но есть да есть а где они так с виду наружу эти сточные канавы нигде не выплывают под замок все ходит ты видишь что ну да ты сам понимаешь что если что-нибудь такого сточное то должно быть еще глубже корней куда-то идти еще глубже звучит как вызов а уф с тобой не он пока где-то летает его не было в вещмышке нет живодер он живой он летает где-то что со мной сейчас меня опять закрыли да ты просто сидишь да только один стражник с тобой рядом находится как бы ну мы же здание тюрьмы видим может там где-то свет горит может это смотри это не совсем здание тюрьмы это как бы подземный этаж словно типа аля какой-то парк в корне и там корнях много разных углублений в том числе там и тюрьма находится тюрьма это одна из тропинок которые ведут через серию арок этих корней там сван так хорошо логически сыра у нас нету можно сыр поискать чтобы я колдовал невидимость вы можете осмотреться можете как бы подумать что там еще на улице не является обычно ну да надо какой-нибудь то вербу может быть найти давай зайдем а у вас деньги есть а нас это не могут типа спросить что мы тут шляемся я сомневаюсь что там все нас в лицо знают ну как бы вас знают но вряд ли там кто-то что каждый ну охоту за головами на вас нет ну да ну да лазерете в принципе нам ничего не говорили никаких подозрений и про этот инцидент шкверного только в принципе королева знает и тот бедный охранник с разбитым сердцем ну идем тогда в таверне а сейчас его мы встретим о в таверне есть эта драка на кулаках я бы сыр поставил на кулак но если хочешь вы куда в таверну идете ну еще ближайшую козырку вы видите что в начале дуборга вот как раз где-то между лазаретом и между корнями в тех местах где побольше вояки мышь которым нужно отдохнуть и поразлечься там находится тавера она да она такая вот стоит там из веточки веточки листья прикрыты очень уютно похоже немножко как на эти хмельные штучки из чего хмель делает что вроде этого и там таверна три хвоста откручены ну заходим в таверну да мы заходим оттуда ну там много шеи шум да ну вечер там в бар собрались некоторые на вас смотрят некоторые пытают нахмурив там усы что вроде этого другие там улыбаются хмыкают но особо никто к вам не задирается так так что это может я подойду по этому по барной стойке так кулаком скажу кто хочет махач дружеский да так и делаю кто хочет сразиться в честном поединке да ты в честном поединке ну так чуть-чуть совсем чтобы на меня обратили внимание а не очень сильно да не сильно ты стукнул по несколько мышей вот так вот где-то которые ближе всего они как бы посмотрели на тебя тебе подошла акцентка зовут ее Мила и она говорит что нужно что нужно бунтарю что пьют такие дерзкие бунтарю нужно соперника я то есть здесь равных себе не вижу одни какие-то дохлики какие-то никто мне вызов кинуть не осмеливается я буквально у вас стражников увижу здесь где-нибудь кого-нибудь воина крепкого или нет эликсир соперник у нас тут не продается даже не знаю такого грюка сильнее по столу кулаком и грюка сильнее по столу немножко перепугалась и в зал кричу эй народ здесь одни дохляки или парни крепкие кто хочет такой подкачанный мышь больше меня и мило мило говорит мило типа кивает в ваш сторону мышь такой ну что ребята что надо пить будете если не будете пить давайте отсюда пить будем но пить надо после драки после драки надо пить ребята вам подходит пять таких накачанных мишей ох ребята скоро вы сами ко мне попадете это неблагородно ребята я ж к вам с уважением вот и вы ко мне с уважением благородный один на один а потом пока говоришь два качка берут под руку и тебя два качка берут под руку а третий пятый который сзади идет он подпинывает вас сзади и говорит так тут пьют они морды бьют и на улице вас бац одного второго короче ребят нарывайтесь на стражу стража приводит вас в тюрьму мы оказываемся вместе дружно вылазим из собственно камеры давай просто побуянием чтобы нас на одни сутки в карцер кинули а давай ты побуянишь а я останусь в карцер в карцер в карцер а давай отходи в сторону я так и знал боевой товарищ тоже в общем да я накинул капюшон один за всех они меня выкинули на улицу да ну они вас выбрали да но пока так еще не носом в землю но пнули я это разворачиваюсь и бегу и хватает того мелкого который меня в спину пинки кидал я говорю что ж ты такой трус в спину у меня пинки кидаешь и начинаю вот так вот трясти и вот так трясти да ну насколько сильно ты его трясешь так посмотрим на его реакцию так и сыр сыр вываливался вот сыр выпал с него я сыр с него выпал он тебя он тебя берет за шкирку и сзади еще один подходит и говорят он берет он же мелкий я здоровый как у меня может взять за шкирку я здоровый они борцы они там охранники тебя вообще стоят чтобы бунтарей постоянно выбивать туда и они вас предупрежают значит так пацаны еще одна разборка я тут я не даю ему договаривать я ему пощечину даю пощечину чуть-чуть патрульные они к вам подходят ну к тебе к нам я один магику спрятался нет они к тебе они к тебе подходят и в общем достают мячи и один ну как бы один один в общем тебя хорошо по башке бьет ты можешь защититься если хочешь защищаюсь делаем ставки в лазарет или в тюрьму я крепкий я Несс я герой Дуборга а тут какие-то стражники что крепче меня будут стой тебе говорит ты вот здесь вот подходишь давай посмотрим давай давай раз на раз я говорю ребята мне это на сыр хочу помахаться с вами что же вы все такие мямли он хорошо отбил ой сколько сыра нет сыр как бы сейчас не хурнивается один кусок выпал потому что у Троханова я его успел поднять хвостом я откидываю этот ты хорошо от всего защитился и он клич чтоб еще один подошел пока он клич я этот сыр откидываю в сторону магикуса туда куда-нибудь просто за угол таверны откидываю туда подходит туда второй пока ты откидываешь ногой шарпишь по земле подходит второй и дубай с тебя хорошо в общем еще два еще два стражника подходит подходит они тебя сломывают сзади и говорят ну все милок до утра значит посидишь подумаешь с Колином и ведут тебя вниз под корнем они тебя ведут в общем если посмотреть где находится то здесь находится Колин а через решетку находишься ты я его заметил когда меня привели ну как бы нет ты просто мимо проходишь ты не видишь что Колин там сидит ковыряется в конце так что я Колин не узнаю ну ты можешь крикнуть давай за неделю его не узнать я понимаю что он там ковырялся в этом в яме но я его узнаю нет нет ты прошел ты не обратил на него внимания если бы было 3 ты бы заметил 2 ты бы как бы ну обратил просто внимание то есть ты прошел мимо не увидел его тебя просто кинули за решетку и между вами еще там есть какой-то там пробел скажем так чем он там делает вот так вот на камеру а здесь ты сидишь вот магику с тем временем что он хочет сделать берет кусок сыра или нет да я подобрал кусок сыра но я сейчас думаю может меня все-таки лили поискать ну пока его ведут да давайте так пока или постой да 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 пусть пока лили походят я наверное все-таки накину невидимость и за ними пойду ну пусть пока лили лили что лили я надеялась что я спрячусь где-то у входа в замок и ребята за мной придут но раз нет то тогда я у меня в общем ты ждала ты ждала ночи ждала ждала а они не пришли да подожди все как в самых настоящих настоящих индийских сериалах вот и поэтому я думаю о том что можно начинать двигаться в сторону центра города вот или был лазарет ну короче мне кажется что они уже выбрались из лазарета поэтому я просто пойду в центр города ты пока ты пока еще не знаешь а почему ты думаешь что они выбрались нет я думаю о том что они все равно рано или поздно выберутся потому что им же надо за мной прийти ну не знаю не факт но расскажи почему 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 такое может произойти почему они будут знать вообще где-то даже находишься нет подожди я до этого рассуждала о том что они возможно догадываются в том что меня забрала матушка а они раз у них нет матушки попали в лазарет да они в лазарете ты думаешь что они в лазарете да я думаю что они в лазарете но я думаю то что они как и я пытаются с него сбежать а почему они должны сбежать с лазарета по какой причине ну они же уже выздоровели что им там еще делать ты не знаешь давай по-другому подумаем логично ну в таком ну хорошо тогда тогда я не знаю что с ними но предполагаю что они в лазарете и тогда направляю свой путь в сторону лазарета хорошо ты так валежно шагаешь по улицам или прячешься я прячусь конечно что я знаю что меня сейчас будет матушка разыскивать ну да кстати один стражник на балкон не выбежал который в дом бежал обращу внимание ты спокойненько там идешь ну как ты какое-то время проходит ну где-то наверное час-два пока ты по переулочкам доходишь до места где куча палаток стоят ты знаешь что там ну что там как бы военные принимают там несколько палаток я спрашиваю я могу зайти в одну из палаток наверное и спросить здесь ли лечится магикус не знаю кто ты подходишь к одной из палаток там стоит охранник и спрашиваешь у охранника он говорит ну типа в этой палатке он говорит не знает он говорит я не в курсе ну а я говорю а вы хотите кусочек сыра и узнать Лилия я боюсь ты можешь рваться на того охранника который ждет именно сыр и девушку будь осторожна ну я сегодня плохо выгляжу так что вряд ли ну знаешь охранники такие еще ночь ну так что ты говоришь за кусочек сыра он говорит что значит что ты ну он вообще вообще тебя узнает что ты дочка Элинар он говорит о принцесса что вы что вы хотели бы я бы хотела все таки узнать в какой палате лежит магикус он говорит ну в палату заходить во внутрь нельзя ну я могу спросить а кто ваш магниус это ваш ваша мышь ваш мышь ваш мышь он такой как бы с надеждой смотрит что вы мышь или не мышь конечно мой мышь он такой он такой ну ладно ладно он заходит во внутрь смотрит и там выходит к тебе и говорит нет принцесса Лилии там в общем принцесса Лилии кстати нет там нет ни магикуса ни других ребят которых вы сказали я там не нашел посмотрите в других палатках может там они есть ну в этот момент разве я не слышу их голоса кого магикус а мышь уже ушли у нас как бы нет в лазарете они уже как бы да они ты не можешь это узнать ты пришла в первое место где мы можем оказаться но нас тут не оказалось ну что ж я расстраиваюсь может это через окошко ты у кого-то из пациентов спосишь да точно хорошая идея пойду тогда я прошу подойти ну точно ничего не прошу я просто подхожу к окошку наверное охранник там может возмущаться но я все равно сквозь его возмущение спрашиваю не видели ли вы здесь мышей которые могли покинуть сегодня или вчера помещение ну это это место поскопили недавно ты в окошко прям смотришь или в окошко охранника нет я в окошко больницы смотрю а не в окошко охранника ну там они ну да это палаточный такой городок вот в палаточку заглядываю ты заглядываешь в палаточку и видишь что там нет ну там тебя никто особо не видит потому что ты просто с другой стороны заходишь ну сбоку там охранники не стоят возле этих окон что им там старше что-то больные не сбежали вот и ты видишь что двух постелей нету и в другом месте ты видишь лежит плюц а там еще какой-то какой-то мышь я обращаюсь к этой мышь он такой поворачивается такой и пытается посмотреть куда это происходит ну чего расскажи где ты знаешь таких магикус мышей которые храбрые красивые храбрые красивые тут могли недавно попасть с ранениями но может быть они где-то здесь либо они уже покинули может быть ты что-нибудь знаешь тут были две мыши я не знаю кто это но может быть наверное они спросил охранников вроде бы что-то они говорили такое может быть они а что они говорили что-то за замок говорили а что такое а что интересно а кто что интересно вообще нет просто мне важно это мои близкие друзья я давно не видела я бы хотела их найти может быть ваши воспоминания могли бы помочь мне в этом он смотрит ну у вас вообще какая-то мышь тут искала не знаю ну вещи если если вы ищите вещи или что-то еще то они здесь находятся может быть их выписали я не понимаю на самом деле я не в курсе какие вещи покажи я не могу встать вот там вот вещи валяются если надо какие-то вещи и друзей посмотреть но их тут нет а вещи можно посмотреть ну зайти вот вход с той стороны находится показывать типа надо обойти и зайти в палатку понятно спасибо ну что я пытаюсь пойти посмотреть на его вещи на их вещи там стоят два охранника перепалатки скажут уважаемый Лили вы куда идете во-первых вы моего имени не знаете они тебя узнают принцессу в городе все знают почти все я говорю на что же я ему говорю здесь я ищу своих друзей и они просили забрать одну вещь которую они здесь забыли можно я зайду в палатку и посмотрю есть ли эта вещь тут или нет ты пока щебетишь приятным голоском ты слышишь шорох в палатке и выходит еще один стражник говорит о этот ко мне я проведу их другие стражники куда ты пройдешь нельзя проводить ребята так это 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 короче и в общем 2 минуты не больше так я захожу ты заходишь ты заходишь ты идешь впереди он такой подмигивает и лапкой пытается нащупать самые приятные места ой-ой-ой свои он он такой довольный он достает нет он достает он достает два куска сыра он достает два куска сыра и говорит тебе ты этим ребяткам передай конечно не мужики слово ты берешь два куска сыра от него нет так я забираю кусочки сыра он тебя обхватывает лапкой а другой лапкой там нащупывает не свои мягкие места о как у вас как у вас гладенький барахатный хвостик а какие уши так и я в общем этим хвостом просто даю ему пощечины и говорю спасибо большое за сыр я пойду за вещами скоро вернусь он оторопевшую смотрит на тебя он такой что и пытается замахнуться лапой чтобы шлепнуть еще посильнее ай-яй-яй ну я его конечно же перехватываю своим ловким хвостом и говорю за мной следовать не нужно ждите меня здесь в общем он должен был опешить на мой взгляд ну конечно он немножко опешил потому что он другого то приема ожидал он он в общем выбивает и толкает тебя в общем на вещи других бойцов которые он разложил уже аккуратненько так вот на половинку этого склада там из ореховой скорлупы повытаскивал там всякие доспехи мягкие подстеганки чтобы было приятно и пинает тебя в ту сторону слышишь? так значит слышу да он в общем такой оторопевший и идет в ту сторону и говорит я не понял что за что за коники тут ты что не обученная дамочка я без комментариев поставляю последнюю фразу и смотрю на вещи которые там разложены что я там вижу ты видишь кучу всяких вещей ну из того чтобы похоже было там на вещи магикуса Неза и ты видишь только валяются шмотки Люция вот а другие какие-то там другие какие-то мечи палки но ничего такого известного что ты видела в боях ты не встречаешь а если я могу покопаться в вещах это что-нибудь мне даст но если ты поверешься к нему спиной и можешь копаться в вещах с ней зайти ну присяг тебе в общем ты успела осмотреть те вещи которые он разбросал благополучно для тебя но он как бы намерен что-то все-таки добиться он делает вторую попытку он же не будет отступать с первого раза он говорит типа ну и что я знаю принцесса принцесса а что ж чтобы жизнь составить надо так сказать в бою закалиться ой-ой ну в общем я беру не знаю что я беру что-нибудь что осталось от люции а что кстати от него осталось у тебя же камень был большой и ты с собой прихватила так вот я же хочу сначала взять то чем защищаться что там от люции там валяется ну там на самом деле разные вещи там вот меч валяется вот я беру короче меч кидаю беру меч потом достаю камень кидаю и говорю если ты подойдешь я на себя не пеняю он такой воу-воу-воу о какой хвостик дерзкий смотрите мне нашлись ты на себя не пеняй ты на своих игрушков пеняй я сейчас охранникам скажу они друг другу разнесут и там знаешь что в тюрьме происходит о там хвост под хвост и вует им но он как бы отходит назад немножко потому что на него меч наставила ну я говорю мне твои угрозы только как пугать мои коленки короче вот и что я аккуратно ухожу с мечом в руках чтобы меня выпустили ну ты как ты охранникам будешь угрожать или просто выйдешь не я просто выйду ну ты как бы спокойно так вот дерзко выходишь охранники пожали плечами и крикли ну что там и слышишь да пошли вы вот ну в общем и ты спокойненько за палаточку заворачиваешь так и что я вижу за палаточкой за палаточкой там просто листья ветки корни ну это как бы та часть с которой уже можно спускаться вниз лагерь там близко находится ну что ж я держу свой путь в лагерь туда ну вниз это лагерь расположен то есть куда бы ты хотела пойти в сторону замка нет в сторону ну да ты можешь просто идти в сторону замка но в сторону замка это значит выйти по сути да хорошо ты спускаешься вниз ты как бы там начинается там часть что-то с корнями на проход потому что по нижней части вот и ты идешь и уже ночь и в принципе если хочешь ты можешь выйти даже оттуда откуда ну из Дуборга ну то есть там дорога туда идет вниз уже выход из Дуборга в сторону замка да я выхожу из Дуборга вышла из Дуборга так хорошо что у нас делает Майкус и Колин я трясу решетку и громко кричу куда вы меня кинули ты когда орешь конечно же Коля слышит твой голос я на это и рассчитывал ааа Колин а ты что тут забыл там стражник который стоит возле Колина он такой подходит к тебе так а ну цыц молчать тут а это он мне кричит нет он пошел к Незе он на Незе гаркнул что он орет начал так когда Незе уводили я попытался проследовать за ними только вот пока я шел за ними была ли охрана которая могла меня звонить ну на определенном этапе нет ты очень тихо там прятался там в корнях можно хорошо даже где-то заныкаться за каким-то уголком вот если ты не шел по основным дорожкам освещенным то вряд ли кто-то бы заметил там но ты да ты аккуратненько крадешься у тебя хватает интеллекта не пойти в драку напролом это я пытаюсь найти знаешь что-то вроде коменданта или не знаю надзиратель может быть начальника стража ну вообще я буду ключи наверное искать от тюрьмы ну ты видишь какая-то группа мошей стоит ну если давай так если смотреть прямо то прямо такая вот дорожка и там где-то вдалеке ты видишь там блестят иголочки вот если посмотреть справа что за иголки иголки ну тюрьма когда делают тюрьму решетка это иголки они просто под огнем они блестят ты просто можешь ловить это сделать вот дорожка она как бы с факелами они осторожно там горят чтобы там дерево не обжечь ну там сыро очень поэтому там вряд ли какой-то пожар себе стучится вот а справа стоит группа каких-то просто военных что там обсуждают ну так чтобы ключи у кого-то ты пока не видишь и помещений никакого нет для охраны ну они они просто там стоят нет только специально отдельного такого ключника там ты не видишь просто кто-то там стоит что-то болтает но так сдалека ты ничего не видишь ну хорошо ну я вообще так если визуально оценить я могу вот куда-нибудь пойти ну хоть куда-нибудь ну ты осмотрелся ты понимаешь что здесь еще есть склад всяких вещей там склад провизии находится в корнях вот в корнях находятся еще какие-то там не знаю типа более большие механизмы что-то вроде даже пушки которая там стоит и там есть одна из дороги из дорог такая широкая которая находится намного правее тебя если прямо смотреть то она спускается вниз и ты знаешь что оттуда обычно выход из Дуберга идет ну хорошо пока ну я там издалека слышу конечно крики ругающего СНС дай-ка я проверю склад с провизией хорошо он находится за твоей спиной и ты смотришь там он охраняется ну там там не стоит какая-то мышь чтобы специально его охранять там просто один факел освещает вот то место давай попробую пройти ты подходишь да ты прямо на свет будешь выходить ну если другого входа нет то да ну не ну давай я сначала оглянусь если есть мыши которые могут меня заметить тогда я невидимость на кастой но их не замечают ты подходишь ты подходишь к двери она сделана из большой продолговатой такой пуговицы ты можешь лапкой просунуть в общем за дырку пуговицы и открыть если хочешь дверь да я пытаюсь это сделать ты открываешь дверь она начинает скрипеть раскрывается и смотрим насколько привлекает внимание стражника да один засомневался один из них сказал так что там полазит что-то и один из них направляется в ту сторону он просто видишь дверь переоткрыл пока он идет я быстренько пытаюсь прошмогнуть внутрь и пытаюсь найти больше сыра ты прошмогу внутрь и ты видишь там виноградинки всякие листики какие-то штуки какая-то не знаю какие-то хвостики обрубленные какие-то веточки там лепестки и там конечно там где-то валяется кусок сыра один-единственный жалко ну ладно там не один там круг сыра там вообще сыра дофига беру штуки 3-4 ты берешь все куски сыра да ты берешь а виноградинка тоже есть там виноградинка лежит ты хочешь покатить нет слишком много внимания привлечет окей смотри теперь я один кусок сыра беру опять активирую невидимость и в тот момент когда охранник будет заходить я попытаюсь прошу мигнуть идея она пока есть у тебя пока еще не сошла но мне здесь сделать нечего поэтому я наверное буду стараться оттуда выйти хорошо два посмотрим насколько охранник близко подошел охранник еще как бы он в развалочку такой идет себе пока и ты можешь выскочить ты просто выходишь или дверь захлопываешь что-то еще нет аккуратно ты просто выходишь дверь как и была открыта и остается внимание особо не привлекает старшник который подходит к двери он заходит в помещение смотрит никого нет пожимает его плечами и закрывает дверь что-то дурацкие пуглицы и уходит возвращается к компании теперь ты говорил что я вижу этот склад с пушками да да ну там если смотри если ты получается повернулся так что нарисовать давай давай тебе на сыре короче объясню так значит ты типа ну условно здесь находишься здесь находится тюрьма с этой стороны здесь выход сзади тебя склад с провизией а с этой стороны под корнями находится склад с какими-то орудиями большими штуками которые выкатывают охранники ну типа ты вот здесь где-то находишься вообще-то а вот охранники находятся вот в этой части они здесь стоят ну по сути здесь некий перекресток а сверху дорога вот так спускается здесь она как бы имеет общую площадку и идет вниз туда чтобы выйти из города да из города да понял так теперь ну если у меня все еще есть невидимость то я теперь пытаюсь осмотреть ну иду в сторону склада с орудиями ты идешь подходишь в сторону склада возле склада стоит охранник склад ну склад ты видишь что он там часть каких-то там вещей механизм валяется рядом там побито что еще что-то закрыто целая пушка которая там есть в этом складе она ну там есть какие-нибудь бочки с порохом например ну что-то там может быть ну как как ты именно прям ну нет ну я сейчас не вижу окей да прям бочки с порохом ты там не замечаешь если ты ищешь ее ну окей значит надо охранника отвлечь что если сейчас приложи ему сыр и девушку я не хочу предложить я хочу где-нибудь положить на дороге кусочек сыра так его еще красиво оформить чтобы охранник сам отошел ну хорошо а как ты это сделаешь сейчас дай подумаю у меня в принципе а если я фондю сделаю из сыра то есть возьму один кусочек сыра и еще два потрачу не знаю там или один на мистическую стрелу чтобы поджарить кусочек сыра ну ты можешь за один сыр взять а за второй сыр просто способность огнем ну вот я это и хочу сделать да хорошо у тебя в общем тратится условно два куска сыра и один сыр ты два вот как бы ты вот сюда после тебя бросаешь ну как как ты его бросаешь ты его просто так швырнул перед ним или что-то еще или какое-то расстояние нет на расстоянии где-нибудь не знаю там как бы угол угол не предусматривается да там как бы прямая дорога ну там она находится под то есть сверху так дорога а вот как бы вот здесь у нас замыкается а здесь получается ты под ней находишься ну вот давай за поворот там ну где собственно и стою наверное если я все еще я же все еще не видим да ты сюда кидаешь или на дорогу кидаешь нет наверное сюда да ты сюда кидаешь там он слышит надеюсь что запах привлечет эту мышь да ты видишь шум вот здесь мышь в общем она смотрит и такая видишь что упал кусок сыра оа мне говорили что сыр тут не падает не падает я всегда просто сыр просто валится и все я бы на листику сейчас сказал вот видите кто тот смотрит по сторонам что никого нет нет кусочка сыра жалко что это не тот кусочек который у меня забыл с тараканами ну ладно пока он отвлечен опять таки если я все еще не видим я все еще не видим да пока ты не видим еще не видим тогда прохожу насквозь ты подходишь ты видишь что заперта дверь там не стоит а здесь рядом валяются просто какие-то не знаю там палки что-то еще такое ну ничего полезного что ли что ничего полезного а что ты ищешь я пытаюсь смотри я хочу какой-нибудь например устроить взрыв пожар чтобы вся охрана слетелась в это место а я пока под шумом пытаюсь освободить остальных глобально я это чтобы прям детонировало оно явно там находится так технически я могу телепортнуться за эту дверь у меня швалиант есть да давай хорошо телепортирую за дверь так сколько там сыра стоило телепортирую это просто из фолианта у меня нету заклинания а из фолианта хорошо ну тогда на одну локацию словно будет один трюк если прям так ну я думаю да хорошо ты телепортируешься вовнутрь вовнутрь оказываешься там хорошо я вижу ну что я вижу ты видишь что стоит пушка такая нормальная когда ее привели в порядок блестит вот видишь там снаряды снаряды разные есть снаряды которые просто как камень типа пробивные снаряды огненные снаряды отравляющие ну то есть разных типа снарядов ну как ты на самом деле со стороны это наверное даже легче сказал посмотреть они как бы снаряд как снаряд и на самом деле ты просто скажем так понимаешь что они могут быть разные возможно но с виду они одинаковые можешь попробовать догадаться какой из них лучше подходит ну давай подойду и постучу я думаю по плотности можно понять если там внутри взрывчат это сплошной кусок ты стучишь по одной части снарядов и она такая гулкая очень ну то есть она ну не полая внутри ничего нету я так понимаю что и как будто ничего нету окей это хорошо вот рядом лежит снаряд он такой же рядом ну как рядом ты постучал он такой очень глухий ой точнее очень такой но звук не пустой глухой 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 да глухой звук ну не знаю я фух тяжело окей хорошо глухой звук это а так у нас магикус давай давайте по умол вот у тебя аж три там троечка из трех выходит знание должно быть хорошее у меня еще шлем то есть четыре да ну по базовый ты можешь определить что если ты стучишь он глухой то там явно какой-то газ если ты стучишь он точнее если там звонки какой-то звонки это значит пустой значит газ если он что-то заполненный значит там отрывающийся если просто звук очень сильно равномерный такой не подавляется то это просто тяжеловесный снаряд которым пробивают так ну окей значит я разобрался где такие снаряды да да или окей мне хватит сил чтобы например взрывающие снаряды положить в двери зарядить пушку и чтобы одновременно и взрыв устроить и пожар чтобы дверь вынести здесь ну ты можешь пушкой вынести дверь ты можешь конечно зарядить снаряд чтобы он как бы огнем шуганул ну ты представляешь что ты находишься в комнатке и ты с пушки огненным снарядом пиляешь пушку это да я сейчас пытаюсь придумать как я могу это обойти в голем и превратиться нет это слишком очень пушкой пробивать пушкой зачем тебе пробивать стену ну у меня я же не могу сейчас обратно телепортнуться дверь надо надо как-то вынести зачем ты нацитудате репортировался я хочу шухер устроить а изнутри что дверь нельзя открыть кстати изнутри то дверь сюда можно открыть спасибо что подсказал да я дверь макушкой макушкой открывает только это снаружи она заперта изнутри то открывается защелка щекол да оп ну ты смотришь что там есть замочная скважина но такой прям ручки ручки какой-то не видишь ты по сути на самом деле остался внутри заперт гениально так зато динамитом дай подумай дай подумай давай пока ты будешь думать мы посмотрим что там делает колин не давайте лили лили она отвалилась кажется не она написала что ей надо бежать а колин пока он я очень переживаю за лили она с охранником осталась ее охранник догнал я спрашиваю кричу Незу спрашиваю осталось ли у тебя какое-то оружие конечно осталось они меня вместе со всем этим бешком и с моим хламом кинули меня в тюрягу даже не разбираясь просто кинули и закрыли не-не булаву они тебе конечно не надуют то есть они у тебя забрали булаву из руки осталось то что на тебе было то и осталось но ты без булавы без молока а веревка есть у меня? у тебя у тебя кстати сумочки сумочки твои валяются веревка с леской а я могу начать стучать по решетке тот охранник который в коридоре он пойдет ко мне а тот который рядом с Кольным он отвернется от него на секунду типа и в это время Кольный ты можешь постучать и посмотреть что получится я буду кричать выпустите меня за что вы меня сюда кинули я бравый рыцарь в этом коридорчике помещение там один охранник находится там было два один ушел когда Колина стукнули и он подходит тебе бьет короче мячом очень неприятный звук по иголкам и так а ну замолчать а то сейчас тебе еще представлю охранника он тебя вздручит вот охранники у нас а что происходит с тем охранникам которые рядом с Колином ну что ты думаешь ночи они нормально хотят поспать или хотят отдохнуть а ты им даешь полную службу полную вахту делаешь можно их вымотать всю ночь а потом под утро они уснут там один охранник он был сначала у Коли но теперь подошел к тебе а я думал он сидел с ним в одной камере кто охранник да а кстати как тот охранник который со мной был да ты же говорил что он сидел рядом с Кольным в клетке а другой в коридоре был нет нет он ушел там один остался один остался охранник я завтра не говорю что он остался Колину в общем так по башке хорошо стукнули что ему все это время речился рядом охранник на Кольке так он такой что хочешь смотрит на тебя бунтарь что хочу выпить хочу сыр нужен сыр на выпивку меняешь нет чего ты и так нахлебался уже посмотри на себя морда пьяная но мне последнюю кружечку на пассажок дай что ты выпить не дашь он видит он берет там стоит кружка такая с непонятной жидкостью какой-то он берет ее и тебя хрещет морду остынь ты когда оближешься ты понимаешь что это было все-таки пиво он выполнит твое обязательство обещание ну просьбу но насладиться этой кружкой пива тебе не получилось так хорошо я так наверное понимаю выгребную яму я не влезу я сильно здоровый да а что Коля в это время делает я разговариваю с вымышленным охранником Коля у тебя как бы голова перестала гудеть и охранник испарился я не знаю я спрашиваю а еще пиво есть ты орешь ему а еще пиво есть он короче злой подходит к тебе и грозит тебе мечом если два хвоста вы не заткнетесь я пойду позову еще пару сюда страшников а можно у него выхватить этот меч хочешь попробовать да как ты как ты выхватишь лапой попытаешься схватить да лапой да ну ты подбежаешь ты за меч хватаешься ты как за меч хватаешься я не думаю что он крепко я не думаю что охранник крепко держит этот меч я думаю что он просто грозит и машет впереди себя и так постукивает по решетке или что. Хорошо, посмотрим. Я прям за льезвие, не знаю, мне кажется, можно за льезвие схватиться двумя руками и дернуть на себя. Давай посмотрим, сколько хватит тебе ломкости. Ну, ты выбиваешь меч из его рук, он падает перед ним, но на его стороне решетки. Ну, я быстрее хватаю его. Можно так? Нет, он ногами наступает на него, не получается выходить. А, ну я его бью лапкой в морду. Он, короче, злой, он замахивается на тебя мечом и сказал, ну, задрали у меня и, короче, уходит. Я ему кричу, свет, стой, стой, я знаю одну секретную информацию про Колина. Если хочешь, я могу тебе ее рассказать, только тебе. И ты из этого получишь повышение. Ну, не хочешь еда охраны. Он говорит, я в таверну сейчас хожу и вернусь. О-о-о-о. Новое пиво. Я говорю, твой шанс упущен стать капралом. Он пошел туда, короче. Так, ну, раз, давай думай, что... Давай, а я могу разбежаться и это... Не, решетку я не выбью, наверное. А я могу ее приподнять и с петелек снять, пока там никого нету. Они же на петельках решетки. Какая решетка? Это иголки, которые воткнули в землю, а сверху они стянуты ниткой. О, так я и нитку могу порвать. Как ты порвешь нитку? Как? Насколько НС сильный? У меня есть там доспехи мои, может, они острые в некоторых местах. Я просто сниму доспехи там. Наручники, эти... Браслеты есть там у меня защитные. Я просто сниму браслет металлический. Амулет, смотри, у тебя на шее висит амулет-перемет. А, который... Ты можешь любой кубик... Ты можешь любой кубик перебросить. Это одноразовый амулет, я не помню. Нет, не одноразовый амулет. То есть, ты можешь каждый кубик перебросить, но обязан принять переброс второго результата. Я понял. Давай попробуем. Если у тебя выпадет меч, хотя бы один меч, то ты успешно режешь веревку. Давай попробуем. Сыр и лук. Сыр с неба падает? Нет. Я перебрасываю кубик. Два кубика перебрасываю амулетом. У тебя получается перегрызть и расслабить между двумя иголками расстояние какое-то. Я могу их растянуть руками и пролезть. Да, у тебя получается, ты их растягиваешь руками и аккуратненько пролазишь. А меня это Магикус не слышит, а мне? Да, я слишком далеко, наверное. Насколько ты ловко все это делаешь? Ну, нормально. Ну, практически без шума. Шорохи-то слышно, но особо это не привлекает кого-то внимания. Так, я могу как-то Колину помочь выбраться? Ну, ты подходишь, Колину, как ты хочешь вам помочь? Ну, мы можем вместе попробовать и растянуть эти... Да нет, я устал. Ты не хочешь попробовать через ямку? Я так понимаю, к этому все идет. Ладно, ладно, шучу. Я давай растягивать решетку. Иголочки растягивать. Вы просто хотите... У вас не получается. Вы пытаетесь их растянуть, но они сверху связаны, а снизу они и землюводкумы. Так, тем же приемом буду разрезать и у Колина. С доспехом разрезать, как и себе. А может быть, ты пойдешь, найдешь Магикуса? Да, ну ладно, посиди. На территории никого не... А? А ты знаешь, где Магикус? Да, в том числе, что не знаю. Но я предполагаю, что он в невидимке пошел за мной. Я же ему сыр кинул. Давай. Так, что Магикус делает сейчас? Так. Давай выбраться из комнаты, в которую попало. Нет, есть идея. Есть идея. Смотри, вот все, что взрывается, его можно как-то в одну кучу сложить? Ну, они, в принципе, по кучкам таким аккуратным... Ну, примерно, чтобы оно все задетонировало вот с одного тычка. Вопрос, можно? Мы вот сейчас потихо набираемся. А ты создал проблему, закер себя, сейчас хочется подробно... Постой, постой, постой. Я знаю, как тебе найти Магикуса. Если увидишь гриб где-то вдалеке, поднимаешься... Значит, у Магикуса получилось собрать все в кучу. И такой палочка-посуха, улетающая в сторону. Смотри. Начинаю стучаться изнутри, чтобы привлечь внимание. Ты что-то стучишься. Тут охранник, который здесь... Ну, как бы он сыр подобрал, он уже сюда подошел. Комячий сыр такой довольный. Я надеюсь, если я все еще в невидимости... Ты пока в невидимости. Окей. Понимаешь, что, как бы, ну, недолго осталось, но, в принципе, немножко еще осталось в невидимости. Угу. Ты стучишься, он выворачивается и пытается посмотреть, что там. Ты дальше стучишь? Ну, я не знаю, я вижу, что, ну, не знаю, там, может быть, сквозь щелку, я вижу, что он... Я привлек его внимание. Ну, да, ты видишь, через дверь пуговицу такую вытянутую, он нагибается и смотрит там, что там вообще изнутри происходит. Ну, окей, я говорю, выпустите меня. Он такой, кто там? Я не понял. Выпустите. Ну, я не буду называть... Я слышу эти крики, нет? Нет, нет. Я так средне говорю, просто, чтобы только его привлечь. Так, он подходит, он открывает дверь и наставляет меч. Так, кто здесь? А ну, выходи, шутник. Так, я отхожу в сторону, жду, когда он пройдет чуть глубже в комнату. Ну, он, слышишь, никто не отзывается, он заходит вовнутрь в комнату. Окей. Смотрит, как бы, пока ты ничего не брал там, не трогал. Не, я ничего не трогал, но я собираюсь преградить ему путь, подготовить фейлбол и сказать, что если ты мне сейчас исключение отдашь, мы с тобой вдвоем взорвемся. Да, я обошел, ты ему угрожаешь сейчас? Да. Хорошо, ты ему угрожаешь, Тар. Сейчас посмотрим, сколько тебе это получается хорошо. Насколько ты его получается убедить хорошо? Да, у тебя вот троечка выпала. Ты начинаешь ему угрожать, он смотрит в эту сторону, но пока никого не видит. И он видит только шар огня, который перед ним материализовался. Бросай меч. Он такой, кто ты? И с большими глазами смотрит. Это, я, блин, я же не смогу, наверное, подделать женский голос, типа я духу Анестры. Ну, ничего, попробуй. Стоп, вот сейчас мне пробовать женским голосом говорить? Постой, я, нет, я же не смогу, наверное. Это? Я дух Анестры. Блин, не очень, ну ладно. Ты такой, Анестры. Он что? Это ты не сыпал. Трепещи передо мной, я бессмертно. Он такой, у него начинает дрожать, в общем, меч в руках. Он говорит... Бросай меч. Я тебя сейчас уничтожу. Он пытается, в общем, мечом попасть по этому огненному шарику. Угу. И огненный шарик у тебя над рукой или у тебя рука в огненном шаре? Ну, я как шарик такой в руке держу, поддерживаю его, готовюсь его кинуть. Он из-за этого проходит и говорит, и он говорит, прочь, прочь отсюда. Нет такого. Такого быть не может. Ну, не знаю, повторно принуждаю его повиноваться. Ты ничего у меня не сделаешь. Я бесплодный дух. Он бросится и говорит, что ты хочешь? Что ты хочешь от меня, дух Анестры? Бросай меч. Да, возьми сюда ключи. Он у него трусится, он бросает ключи, но меч он пока не бросает. Ну, так, хорошо. Поддерживаю огонь в одной руке, аккуратно поднимаю ключи второй рукой. Да. Получается? Ты видишь, что он видит, как в воздухе ключи поднимаются, и он еще больше начинает труситься. А теперь сиди здесь. И не единого писка. И, в общем, он там трусится, стоит, он пока не может оторваться от этого странного видения, когда летают ключи и огонь. Ну, я что, выхожу, закрываю его внутри. Закрываешь его. Да, он еще какое-то время там оторопевший пока сидит. Окей. Надеюсь, это мастер ключ. Ну, эту дверь у тебя получилось с ним открыть. Окей, ладно, мы поняли, что ничего там так сделать не получится. Ну, хорошо, тогда с этой проблемой разобрались. Теперь я тихонько, ну, направляю в сторону тюрьмы. Николай, у нас тут начинает невидимость пропадать, ты понимаешь. Давай я ее поддержу тогда. Второе невидимое. Супер, что дикток сыра. Крепятство, жесткое невидимое такое. Ну, что ж, ладно, диверсия не удалась, тогда иду в сторону тюрьмы. Ты идешь в сторону тюрьмы. Там те времена, я что-нибудь слышу, там вроде ребят натворили. Ну, ты слышал какие-то шорохи, там что, крики. Что делать в это время Несс? Я слышу эти крики, да? Что, это магик услышал твои крики? Я это Илье, ой, Илье говорил. Колину пытаюсь разрезать веревочку сверху между иголками, как и себе я разрезал. Хорошо. Получается немножко разгрызть эту веревку. Ну, а теперь мы вместе с ним раздвигаем иголочки. Стражник приближается. Ты видишь где-то вдалеке шум какой-то. И там какие-то такие басистые голоса. Где этот урод? Я успею раздвинуть решетку или нет? Да, ты успеваешь немножко раздвинуть решетку. Тем временем, Колин. Колин, тебя не слышно. Микрофон. Пытаюсь пролезть. Ты пролезаешь и оказываешься на стороне у Неза. Вы вдвоем держитесь до ручки, все нормально. Ну, нам надо бежать. Ну, там, я так понимаю, охранники, да, к нам на встречу идут? Ну, а слышите какие-то вдалеке басистые голоса? Вы куда? Пробираемся на выход. Вы подходите сюда, к центру. Выход куда? Совсем убежать туда? Нет, ну, к Магикусу. Ну, вы пока не знаете, где... Ну, мы услышали это. Нет, мы сначала спрячемся, я думаю, тех ребят, которые к нам бегут. Магикус, ребята спускаются вот здесь вот снизу. И ты слышишь где-то там голоса. Ага. Ты видишь, что они очень близко подходят, и еще чуть-чуть, и они просто на вас обратят внимание. И там ты слышишь как раз те голоса из таверной, которые как раз подкачанная мышь. Тихо, опять сюда. Да, бежать просто. Что вокруг? Есть где прятаться? Вы бежите со всех ног, а Магикус что делает? Так, если я правильно понимаю, то они где-то должны мимо меня пробежать. Да, они прям мимо. Ты прям видишь, как они проносятся. Прямо перед своим носом, а? Типа, ой, мы там сами уже разобрались. Окей. Ну, хорошо, раз уж я в невидимости, но я следую за ними. Я кричу Магикусу, пока ты не в невидимости, на шарь мой молот где-то рядом. А ты не видишь, ты не слышишь сейчас. Ну, ты даже знать этого не можешь. Ну, хорошо. Я не знаю, ты в прием бежите просто так вот. Я вижу, что они без всего, да? Ну, наверное, видишь, да. Ну, давай я попробую найти вашу снарягу. Вы сейчас смотрите, сзади вас, вот вы сейчас бежите вниз вот так, сзади вас замечают подкачанные мужики, потому что они спускались вниз. И он такой, вон они! Они убегают! И тут страшник такой хватает за голову, что сейчас ему влетит, вместе с качками несутся за вами. Так, идея взорвать пушку еще актуальна. Вернуться и взорвать пушку? Не знаю. Не-то есть еще. Не, я как-то, знаешь, все думаю. Вот у меня есть свиток кота, может быть, им шухер устроить. Жестоко, конечно, будет натравливать целого кота на город. И это не в наших интересах, но такая возможность есть. Мне кажется, мы должны, у нас есть возможность сбежать. Да, просто бежать. Ну, если... Не, ну, просто нас обнаружили. Ну, у вас ваше люди вообще. Ну, сейчас смотрят, насколько... А ты можешь преграду какую-то наколдовать? Они как бы, они еще догоняют вас, они не слишком далеко. Ну, как бы, они, она не так еще. В принципе, вы можете оторваться, если хотите, кто-то одинечко все у кого. Тогда отрывайтесь. Вы отрывайтесь, вы убегаете. Сейчас на дворе ночь, но уже там близится немножко рассвет. И вы, как бы, сбивая еще двух стражников, которые здесь находятся, просто вы врываетесь сюда. Сзади Магикус, но Магикус никто пока не увидит. Вы тоже не знаете, что он за вами бежит. Старший обратно наблюдает за вами. Вы выбегаете на эту поляну, вы увидите, что здесь никого нет. На самом деле, весь двор, он усыпан... На всем дворе есть следы сражений, сломанные мечи, копья там, доспехи. В некоторых местах засыпавшая кровь на камнях. А в этом месте вообще лежит такая гигантская ворона, и она частично уже начинает разлагаться. И вот здесь, с этой стороны, стоит один стражник на входе в подземелье. Что делаем? Ну, может, какое-то оружие найдем? Так, мы оторвались? Да, вы оторвались. Так, ну ладно. Так, друзья, я здесь. Кто ты? Кто ты? Магикус. Мы заметили Магикуса, приветствуем его. Магикус, брат... Вы вылезли быстрее, чем я думал. Успел себе там приключений сделать. Да, когда уже не Магикус заспал, они уже видели, что Магикус за вами укрался. Следил или непонятно, что там он делал. Да, давайте не будем о том, что я повидал. Как вы вылезли? Как и всегда. Били по решеткам? Да, там решетки такие хлипкие все. Вот, собственно, нам лилий надо найти. А лилий, да, не жила. Она просто сюда выбежала и просто убежала. Какое совпадение? Ну, вообще-то да, но вы понимаете, что если вы сейчас вернетесь обратно, то вас вернут туда обратно, если хотите. У вас есть предчувствие такое, что лилий вы будете искать еще целую неделю. Оно очень жесткое. У меня вещей нету, я так понимаю, да? Или я пока выбегал, я схватил? Нет, у тебя как раз скринной горести у тебя с собой нету. Ну, будешь там мечи-мечи с собой не захватил. У тебя остался доспех и кольцо повиномения, которое защищает все эти проклятия. Еще крючок с леской валяется там где-то, над мотами. Вот. У Неза нету молота Неза с собой. Вот. А, ну, Магикуса как бы... Ну, я в порядке. Ну, я бы что-нибудь поискал бы по территории. Да, вы, хорошо, просматриваетесь, и ты видишь кучу всяких мечей, ты можешь что-то себе присмотреть. Что ты вообще ищешь в глазах? Ну, как раз таки оружие, потому что если мы... Там разные валяются. Валяются там копья, мечи валяются какие-то. Ну, некоторые сломаны, некоторые целые. А есть смысл лук искать? Или это вообще не мое оружие? Оруги. Лук? Ну, ты можешь посмотреть и можешь попробовать как бы экспериментировать с луком. Если хочешь. Ну, ладно, давай раз мечом уже орудовал. Нет, ну, ты, если хочешь, ты можешь попробовать взять себе как бы лук и с луком. походить. Ну, окей, давай тогда лук. Может быть, он как бы, ну, из-за того, что у тебя нет прям такого навыка, тебе какое-то время обучиться придется, какое-то время, но думаю, что все получится. Тут ты видишь, там различные луки валяются. Ты хочешь какой-то особый лук или просто лук? Конечно, особый. Особый ты видишь, какой-то там такой полуживой истарапанный лук валяется, и ты находишь, что называется зачарованный лук. Но там ты понимаешь, чтобы использовать силу-силу, тебе нужно три интеллекта. Вот у тебя их всего два. А вот я, по-моему, в прошлый раз уровень повышал. Что у меня? У тебя командный голос и боевая готовность. Командный голос ты можешь кому-то приказать, а боевая готовность... А, да, боевую готовность я получил. Да, ты получил. То есть я лук взял, пользоваться им не могу, да? Нет, ну... Ты можешь взять лук и попробовать с ним походить. Почему бы и нет? Хорошо. Ну, а это зачарованный лук, тебе нужно три интеллекта, а у тебя два интеллекта всего. Слушай, а еще поискать там меч, допустим? Да, там есть мечи, булавы. Давай меч, наверное, раз уж я свечу. Метательные кинжалы, если хочешь взять. О, метательные кинжалы, давай. Это что-то новое. Да. У тебя есть метательные кинжалы, и они у тебя занимают всего лишь одну руку. То есть во вторую руку я тоже могу... Во вторую руку тоже могу что-то найти, получаю? Да, ты можешь что-то найти. Тоже какие-то... Ну, вот копьё не получится взять. Молот и тяжёлый. Ну, какой-то... Не знаю, может, какой-то там меч, можешь зубочистку, нет? А молот Нэндона там нету, нигде не валяется? А молот в две руки только берётся. Ну, я про себя не говорю. Молот наваляется, ты можешь взять молот. Да, возьму молот. Да, ты заходишь, молот, наверное, берёшь себе. Пока там Колин ищет лук зачарованный. Нет, я же отказался уже. Колину нужно на этот лук три интеллекта, у него два. Но в Магикосе есть швейн-безень, который добавляет один интеллект. Если ты с Магикосом договоришься, то да, если нет, ты не сможешь использовать такой лук. Ну, он же ему нужен. Ну... Я бы, если честно... Я бы... Я могу. Ну, давай попробуем. Как бы только у меня это мистическая стрела получается на три губи побьют. Не четыре. Ну, да, давай. Слушайте, ну, на самом деле, лучше, наверное, магическую стрелу на больший урон. Ну, да. А ты можешь взять во вторую руку, к меру, там, какой-нибудь кинжал? Да я же говорю, вот в одной руке у меня метательный кинжал, а во второй руке, ну, какой-нибудь там... Смотри, есть, допустим, есть, к меру, кинжалы. Что они делают кинжалы? Если на тебя кто-то нападает, то он в этот момент имеет на одну защиту меньше. Кинжал не добавляет силы никакой. Ну, не страшно. Вот. Есть, допустим, такие, типа, как зубастый коготь. Ты можешь сбросить до трех кусков сыра и добавить себе до одного значения силы во время атаки. Но там нужно три интеллекта. Типа, ты можешь за три куска сыра плюс три к силе себе добавлять, если хочешь. У меня теперь вопрос, как интеллект добавить. Ну, пока, пока там такая маленькая есть возможность. Не, но я могу уступить. Да, не надо. Того не стоит. Пока так. Так, что-то еще интересное там находишь. Ты можешь там, допустим, какой-то кинжал, охотничий кинжал и тогда, если ты берешь с помощью этой атаки кинжала получаешь сыр, то другой человек тоже получает сыр. А вот смотри, если у меня в одной руке метательные кинжалы, а в другой руке еще что-то, как я буду ходить таким образом? То есть и тем, и тем, или суммируется? Ты можешь кем хочешь, или тем, или тем. А, или тем. Способности получать, но если ты будешь метательным кинжалом, ты можешь и на дальнюю атаку бить, и как бы лежать. То есть я не могу там в кого-то запустить кинжал, а кого-то рядом там еще. Одновременно? Ну да, давай так, если у тебя два оружия, то можешь одновременно кинуть в кого-то и кого-то кормить. провести две атаки. Давай так. Значит, смотри, есть как бы условно, если не меч брать, ты, ну, сейчас скажи, что там есть меч. Меч, меч. А, умели, умели меч. Если ты берешь, допустим, кинжал, то тот, кто на тебя нападает, он менее защищенный становится. Если там берешь такой, как называется, зубастый коготь, то тогда ты за каждый удар выпавший сыр, вот сейчас скажу, что-то я уже запутал немножко. Так. Да, ты можешь добавить, а, там требуется интеллект, нет, там требуется интеллект. Ты знаешь, что там еще находишь, уваляется? Ты там находишь еще костяной нож, если хочешь его взять. И что, что в нем особенного? Он, он, вот такой, это, кстати, новый нож. В общем, он что делать? Если ты защищаешься, то ты, сейчас если при атаке у тебя выпадает звездочка, то тот, кто на тебя нападал, он не может защититься от этого удара. О, давай. Да, Беру, беру, беру. Вот так. Я позовернулся. Так. Малькус. Ау. Будешь посмотреть? Это, ну, поле битвы. Слушай, вот то место, где мы в прошлый раз завалили магу, это примерно правый нижний угол. Может быть, а там что-нибудь еще? Ну, ты видишь, что на этом поле из сломанных там копий всяких, одна из них немножко светится копьем. Выглядит интересно. Давай, подойду. ты подходишь, ты видишь, что это сломанный кусок ветки и это валяется в жгучие палочки. Угу. Она не всталялась и в прошлый раз, ты просто не зашли вот сюда. Ну, да. Я как-то не подумал на поле поискать. Ну, беру. Собережу. Еще ты обращаешь внимание, что там растут грибы. Угу. И ты понимаешь, что с грибами можно что-нибудь вкусненько сварить. Химичем, да? Ты можешь с тобой взять гриб. Грибы очень грибы. Один гриб один слот занимает. Ингредиенты, все ингредиенты занимают один слот. Грибы, как бы, вот, грибы уберешь и там грибы растут, кусочки грибов. А для чего грибы нужны? Я немножко пропустил. Майкл вспоминает, что у него ключка что-то было записано. Да, может, это было в прошлой серии? Нет, это что-то новое, но я думаю, да, я умею смельчить, поэтому давай я сбросил грибы. Сейчас. Нет, ты меня сбрасывай, у тебя призыв кота, мистический полянка, кусочек грибов, три штуки. А этот, у меня же, смотри, еще палочка и косы, нет? А, да, у тебя, кстати, не просто посов везиний, в две руки. Ты можешь косы везиний, допустим, я бы кота сбросил, мне кажется, котик сгорел. Котика жалко. Горящего кота призывать не хотел. Хорошо, перебросил. Вот, тогда, смотри, палочку в руку, а посов везиний. Да, ты взял палочку в руку, у тебя вторая рука свободная, посов ты положил в сумку. Такую, сумку, у тебя сумка такая, как в посов. Ну, скорее просто повесил. Если хочешь, ты можешь по шарику своей книжки посмотреть, что это за грибы. Если не хочешь, пойдем дальше. Да, я не против, давай я полистаю, наверняка я где-то не буду делать зарисовки. Ты листаешь книжку и находишь, там где написано у тебя рецепты, и там в одних рецептах написано, что кусочки грибов очень вкусный ингредиент, это основа всякой кашлика, из которой делаются всякие зелия. Потом ты читаешь дальше и смотришь, что там описываются всякие добавки. Он говорит, вот веточка ива. Если это веточка ива, а вообще символизирует гибкость, и их можно найти соответственно на дереве ивы, их применяют в кулинарии для вкусного супчика и других блюд, всякие добавки. Вот, символизирует гибкость. потом ты дальше читаешь и ты находишь, что есть такой ингредиент, как нектар лотоса. Нектар лотоса символизирует красоту и жизненные силы. Он часто растет у воды и обычный лотос. На вкус нектар очень слаб и маленькие грызуны их очень любят. И еще один ингредиент, который находишь, это называется хвост тритона. он обозначает символизирует стойкость. Его можно найти под землей в церквях туннелях. когда давно, когда была война проглодитов с огненными тритонами, те потерпели поражение и в этого не было нарублено много хвостов. И по понятным причинам это очень редкий материал. В общем, там записано, что есть хвост тритона обозначает стойкость, нектар лотоса обозначает красоту и гибкость веточка иры. А грибы? Это основа. А грибы основа, там просто жмение грибов, они у тебя нафига. Ну смотри, чисто технически сейчас. Ну стойкость понятная, это аналог, наверное, бонус к защите. А красота жизни, лотос это что, лечение? жизненные силы символизируют. Ну вот это типа зелье лечение? Ты можешь догадываться об этом. А окей, осталось только загибкость. Как я пробовал, такие ты должен попробовать. Ну окей, это я для вас буду делать зелье, это вы будете пробовать. Ты понимаешь, чтобы эти вообще зелье сварить, нужно какие-то инструменты иметь, то есть просто так натоптать мисочку в пол. Ну да, колбочку нужно или этот гигантский чан. я буду там сидеть варить зелье. Да, ты варил как бы не раз, ты знаешь, где все варится приблизительно. Да, хорошо. А, ну да, химическая лаборатория. ты можешь пошариться и попробовать их найти где-то в замке. Ты за это как бы цена поиска один сыр. Если ты находишь ингредиент, то этот сыр не тратит, ты его сразу видишь. Но если ты ингредиенты не находишь, то тратишь один сыр. То есть ты заявляешь, говоришь, что я считаю, что в этом пуске находится вот этот сыр. Да, да, да. Да, и ты просто запомни приблизительное описание, ты можешь где не могут находиться. Дерево ивы. Ну, это дерево, само собой. Там вторая штука около воды. Я забыл, как уже называется. Тритоны в подземелье и любые водки здесь. Да, где-то вот так. Да, Да, в общем, пошарили здесь всего. Не, вы видите, просто здесь стоит сразу вы где-то вот здесь выходили, искали. Как пошились? Эй, что, вы вородерствуете? Темноте он нас не узнал, да? Там видишь, у тебя ты, что там копошатся. Ну, что, вы вородерствуете? Мне очень хорошо. Эх, кто такие? Что вы там делаете? А мы можем тихо уйти просто? Да, он вас как бы не узнал пока, он просто спрашивает, кто такие вообще, что там за шум такое? Он же должен узнать, что за шум. если мы скажем, что мы пьяного товарища, под руки. И еще. Я такой могу прикинуться пьяным, а вы меня под руки ведете. Да, прям так какой-то. Он такой, эй, так, замок не для пьяных. Что вы здесь вообще? Что вы хотите? Мы уходим отсюда. Зачем нам этот начальник, начальник, не кипишуйте. Нам замок зачем нужно проверить что? Нам лилия нужна. Нам лилия надо. Ну, она ж не в замке? Ну, мы не знаем. А мы не знаем. Можем пойти в замок, но не надо. Поискать лилия в замке. Пойди по логике она должна быть в замке. Ну, да, слушай. Он говорит, ой, это что? Так, может быть, у него и спросить, не видел ли он тут. Лилия, да? Ты, Лилия, не видел тут дочку королевы, не? Сейчас, я просто пытаюсь понять. Вот, мы, условно говоря, уже в бегах, да? Ну, да. Частично, да. В определенных кругах мы уже беглецы. Как бы мы там не очень непонятно все-таки насколько плохая судьба нас ждала. По идее, Колин, когда пытался выбраться из клетки, слышал, как хранники между собой говорили, что нас вообще собрались в следующий день отпустить. Кстати, ты можешь нам об этом рассказать? Ну, что-то такое рассказывал. Он рассказывал, что нас всех вместе хотят на допрос к королеве. Так, рассказчик. Ну, допрос провели уже среди меня. Ничего этот допрос не дал. И, собственно, из-за меня, мне кажется, проблемы. Как бы... А вы мне скажите, в общем, капитан Шкибер, как он вообще сбежал? Я помню, мы его выводили из замка. Что-то дальше случилось? Он... Ну, смотри, мы встретили сопротивление. Я его забросил к местному командиру, типа, останови бой и пройдем дальше. Он нас кинул. Пришлось пробиваться с боем. Вот. Я просто думаю, мы можем вернуть тебе авторитет, если мы найдем Шкиберна и принесем его на блюдечки. Тогда мы будем привлечь его. Я как раз хотел искать мотивацию для нас, куда что делать дальше. И плюс заодно поможем товарищу из госпиталя. Ну, если встретим. Да, тоже. Ну, да, нам есть что делать. Верно, приведем, при этом с нас спросят, куда делать лили. Мы будем разбираться по ходу. А уж про нее точно лучше не рассказывать. Что ты делаешь, страшно. Лили там и так далее. что вы говорите Стражнику? Слушайте, ребят, если мы скажем Стражнику, что мы поисковая группа, которая вышла на светочку. Да, если мы, да, на самом деле на разведку. Попробуем. Группа, которая пошла на разведку. О, так вас лично Линера сюда отправила? Да. 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 О, бедные мыши. Тут, короче, пятеро вошли, один вернулся. А куда пошли? Как куда? В замок пошли. Так, что ж, надо же проверить там, во-первых, шкверн все-таки найти, он куда-то взныкался. А еще надо было все-таки разузнать, что с Манес растучет. Потому что ходи слухи разные. Некоторые говорят, что она жива, некоторые говорят, что нет. вот непонятно. Правильно. Правильно. Вернулся один у нас, вернулся же один мышь всего лишь из пятерых. Четверо не знаем, где вообще там находится. А где этот мышь? Так, как где, где он? Пошел уже, наверное, доложил, пошел. Вернулся, утром он отсюда выходил. Но он, в общем, вроде сказал, что от Ванестра ничего не осталось, а со Шкером что-то какая-то история. Что-то какая-то вроде стычка была, что-то еще. В общем, он очень испуганный, боязливый и отказывается назад возвращаться. Что-то вообще с ним не очень хорошо творится. А он не рассказывал, что с его мышами, с которыми он пошел, что с ними стало? Он говорит, что они потерялись. Одна мышь сошла с ума и пропала в кристальных туннелях. Там мы вообще непонятно, что было с ним. Другая мышь, за ней охотились. Потому что он говорил, что мы типа нашли на самом деле шкверное, нашли его логово, а потом за нами началась охота. И там вообще какая-то чертовщина происходит. Я даже вам говорить не могу. Все мыши, как не мыши, крысы, как не крысы. Там даже крысы с крысами сражаются. Это вообще какая-то ерунда. Ой, я вот только слухи буду разносить. В общем, деклары там не очень хорошие. Но мы такое любим, так что пропустим и пойдем. Итак, ребята, давайте я вам в общем, я хочу, чтобы вы вернулись тоже обратно. А то вот между нами воинами не очень хорошо, когда пропадают постоянно. Значит так, вот возьмите, и он вам предлагает, короче, дает две мышеловки, говорит, и обучает, как бы объясняет, как с ними обходиться, и рассказывает, что можете там где-то их выкладывать и ловить этих подлых крыс и всякую жуть, которую там встретите. Если хотите, можете кто-то себе в карман закинуть. Да, да, закинем, спасибо. Кто к себе идет. А как пользоваться? Он объясняет, что надо проложить и сверху, если вы положите кусок сыра, она вообще не будет заметна. А если так ее просто выложить, то ее могут заметить. Это надо заранее делать, я правильно понимаю? Они в бою, да? Это что, это ловушки, это просто ловушки. Можно и в бою, если там противники не увидят. Ставите, да и прячьтесь. Что вы еще? Не знаете, как с этим возиться? Что, не знаете, как нас эти людишки мучили? Вот теперь мы их помучим. Хорошо. Давайте, я одну беру. Так, корень, короче. Да я могу две нора взять, да, у меня карманы пустые. Да, у тебя карманы пустые, веревка по-моему у меня была. У тебя крючок с леской там остался. Да. Вот, и два других свота у тебя заняты этими мышлоками. Вот, но они большие, соответственно. Вот, и он тебя обучает и объясняет, как с ними работать и ты понимаешь, что теперь ты их можешь выставлять очень аккуратно, чтобы они всегда сработали и без риска для здоровья. Вот, рассказывает. И он, короче, пропускает вас дальше вовнутрь туда. Ну, можно заходить. Идите, ребята. Ну, что, дуб с вами? Дуб с нами. Дуб с нами. Вот, вы попадаете вовнутрь туда. Вы заходите в это подземелье. Вы видите, что оно сырое, почти нетронутое огнем. Вот это еще самое начало. И где-то вы видите всякие лужи. Наверное, дождем залило немножко сверху. Где-то земля на некоторых стенах рыбая. Видны вмятины от лечей. Немного пепла на плитках. Ну, такая вот какая-то самотоха была. Вот. И вы слушаете, вы слышите, на самом деле, с этой стороны, как бы, вот этот темный час, вы видите, там слышится какой-то шум разговор двух крыс видите. Слышите, они такие говорят, эй, куда эта мышь, куда я хвост, короче, сбежал? Я не знаю, наверное, туда он топал. Куда туда? Шкер нам бошку сейчас несет, если мы его не найдем. Вот он ввертки. И вы слышите, как здесь кто-то топает в ту сторону. А мы можем погнаться погнаться за ними и спросить, где Шкер. Да. Вы еще, вы еще, на самом деле, слышите, с этой стороны, куда как раз звук где-то с этой стороны крыс, а с этой стороны вы слышите, где-то там пески. Вот. А вот с этой стороны вы слышите какой-то там шум, копошение, что вроде этого. И очень-очень слабая музыка какая-то вот в этой части. Что-то такая грустная, грустная, она вывевает. Короче, такое колодье всяких там внуков такого происходит. Что вы будете делать? Гопать крыс? Траться. Я дерусь, потому что я дерусь. Да, давайте сразимся. Ну и как раз узнаем. Сначала попробуем узнать, где Шкер. Ну, тут два патрульных. Вы перемещаетесь прямо в эту сторону, да, я понимаю? Да. Как вы, как вы, как вы стоите, как там? Я спереди прикрываю. Я чуть позади. Да. Вот так вот. Ну, крысы идут такие. А я из-за угла неожиданно могу вылететь с молотом на них. Да, ты хочешь вылететь с молотом на них? Да, неожиданно. А мы сразу атакуем, да, или будем спрашивать? Нет, сначала бьем, потом спрашиваем. Потом. Это классика. Ну, когда они идут, ты просто врываешься туда, и они этого совсем не ожидают. И с молотом заваливаешься на них. Так. Два, три. А у меня молот, который бьет, молот на это, он бьет по нескольким, по площади, да? Если, если они находятся на одной клетке, то ты можешь сразу по площади бить. Если они вот на разных. они на разных, да. Да, то ты просто, просто на три. То есть, ты так сходу прямо на них заваливаешься? Да, сходу прям. А потом спрочу. Так, у них два защита. Ну, ты одну крысу просто вшмякиваешь, она падает. Оглушена? А вторая? Убиваешь, просто влезаешься. А, нет, а вторую тогда не надо убивать. Пока она напугана. Вторая пешеная такая смотрит на тебя. Типа, нет, я не хочу... Говори, где шмякнут. Она смотрит, как бы, что, она... Я хватаю ее, хватаю ее за шкирку. Давай посмотрим. Посмотрим, у кого у вас больше числа выпадет, тот успел. У тебя один, у нее три. Она быстро текает в эту сторону, избегает. Вот. Спасибо. А я могу ее в дорогонку кинжал кинуть? Давай попробуем. да, в ногу куда-нибудь, да? Если получится, тогда... Так. Коля, что-то у нас там метательный кинжал. Ты на два всего лишь кидаешься. Два. У него защита два. Три лука? Ну, ты его ранишь, да, три. Значит, ты на два его ранил, и у него защита была два. Ты, получается... Да, у него два была защита, и кинжал пролетает мимо под ухом прям. Она сбегает. Ребята, я не виновата. Да, не страшно. Ну, что, идем за ними? Да, я думаю, внизу, там, где музыка. Как раз внизу же музыка. Да, по идее, они... Интересно, откуда? Здесь какое-то слышно капышение и бурчание такое. Там какой-то писк слышен, а здесь какая-то легкая музыка играет. Ну, вот это очень странно, надо проверить. Вот, мне тоже музыка больше всего интересна. Хорошо. Так. Вы перемещаетесь вниз, в эту сторону. И когда вы туда попадаете, вот здесь вы стоите, вы видите, в этой стороне стоит мерц и какой-то звук, вы понимаете, что от него слышно. И вы видите еще, что в этом месте просто какая-то гигантская груда, костей, и она вот забила весь проход наверх. Вот. И в этой гигантской груди, костей, стоит мерц, он смотрит на вас, но он вас не атакует. И он к вам обращается на самом деле. Он такой, он в общем странный человек, он так, как он говорит. О, воины крепкие, броненесущие, тайны познающие, я вам дам ярость, причиняющую раны, приносящую смерть, о, жаждущие силы, бурю буйства несущие, кости дробящие, кровью пополните свою кровь, разрушая кости врага, погребете его под собой. И когда он говорит, у вас происходит такое видение, и вы видите, что к вам подходит одна очень ужасная такая многоножка, которая просто огнём во все стороны просыпляет. И паук, у которого яд сочится, он такой полуживой, часть кости торчит, где-то там выеденное брюхо у него. Я могу себе заткнуть уши. А? Я уши могу себе заткнуть. Ну да, ну как бы тебе, музыка, тебе неприятно, ну да, ты затыкаешь уши, да? Да, я затыкаю себе уши. Хорошо, а другие, что делают, этот момент? Мне кажется, он хочет нас своей музыкой одурачить и вести трансы, мы и друг с другом начнём драться ещё. Ну, вы стоите и вы пока ничего не делаете, ждёте? А не может быть такого, что нам это кажется? Вот я тоже об этом думаю. да, да, я бы... Вы с собой видите вот этих двух ужасных просто зверей, очень ужасных. Нес, ты когда уши закрыл, всё равно видится, да? Я вижу их, нет? Я уже закрыл. Да, вы видите их. Это вообще, это не много ножка, это скелет, которого там во все стороны торчат острые, как игла кости, и из её пасти вырывается гигантское пламя огня. То есть я их всё равно вижу, да? Ну, так я из палочки выстрелю, типа попаду или оно сквозь пролетит. Четыре кубика. Или, стоп, или я шлем отдал, я забыл. Нет, ты шлем мне отдал. У тебя четыре кубика. Ну, ты два, у него один защита. Ты попадаешь в неё, и она тут же, в общем, и в этот момент, когда ты кидаешь палочку, у тебя не просто огонь из неё вырывается, у тебя прям просто такой столб огня, который насквозь её прожигает, и она в мучениях начинает издеваться, вот так вот. И ты видишь, что теперь она лежит вся в цепях, обёрнутая, и стонет от ужаса. Вот. Достава спору. Ну, я могу кинуть там, кинжал, попробовать. Ты кидаешь кинжал, или ты костяным ножом бьёшь? Давай, я ж могу и то, и то сделать, по идее, да, как говорили. Давай, ты кидаешь кинжал. Давай сначала... Так. Папа у тебя. Так, ты всего лишь один полностью отражает этапу поук. Так ты можешь попробовать ударить... Ну, ножом, да. Должна звёздочка, да, выпасть? Да, звёздочка, значит, две атаки. Ты носишь ей четыре атаки, и когда ты бьёшь, этот поук рассекается, и из него сочится яд, и ты видишь, что у тебя все атаки твои, они становятся какие-то прям прожигающие насквозь. И потом вы видите, что этот поук, он лежит связанный вот в верёвке. И слышите такое продолжение у мерца, голос такой. Тогда врагам его в пучину боли, в пучину страдания ввергнете. Тогда, причиня ему мучения, раскрывая его изнутри, медлите. То есть и видение, что они связанные, лежат возле мерца, пропадает. И... А у вас та сила, которая была на руках, то есть, кстати, огонь и яд у вас тоже пока исчезает. А вот мясорок там выпал, повар. А вот здесь... Ну, это видение было. Ничего вам не выпало. Ничего вам не выпало. Опять с выражаемым охранником разговариваешь. Это первое обращение. Теперь он делает вам другое обращение. О, каратели и пророки, несущие знамя праведных. Кровь ваше алая, я дам вам власть над ставшими на поле брани. Грозные, как бич, рассекающий меч, карающий. Откройтесь, жаждущему своего покровительства. И вы видите огромный толпы крыс, которые идут в вашу сторону. Просто их очень много, и они идут к вам. Их по клеточкам расставь. Да не, не обязательно. Да я... Обязательно? У меня молот по одной клеточке хорошо бьет. Ну, я могу там по одной клетке бить массовым заклинанием. Кто-то будет? Что с ними делать? Да, я пойду вперед дубасить. Ты идешь такой на эту крысу, да? Да, да, да. У тебя один выпадает, и ты лупишь, и ты ранишь эту крысу. В этот момент, когда ты ее ранишь, ты видишь, что ты ранишь другую крысу, что ты их просто лупишь в таком бесчинстве ярости. Эти крысы начинают падать перед тобой на колени и говорят «О, наш повелитель, что ты нам прикажешь? Несколько унес. Служите мне верой и правдой, следуйте за мной и помогайте мне в боях». И они кланяются и целуют твои лапы и говорят «Мы будем верны тебе до бесконечности». и в этом поклонении они исчезают, и вы слышите «Замысла слушника дерзнувшего противиться спутой, непокорную душу мятежную обезумевшую разрушить». Вот. И мерц вам делает еще одно… О, я уже проговорил, ладно. А что такое мерц вообще? Ну ладно, ну это загадка, вы должны выяснить. Ну это мы не знаем, пока я просто думал, что я пропустил что-то. Что, да, ну его типа мерц зовут. И он говорит «О вместилище всяких богатств покровителей стражей, тому, кто чувствует смерть, слушает смерть, повинуется слепо, она обойдет, тому, кожу того, кто умеет хранить связки и мышцы его укрепит, сердце его, отвергнувшее от лени, обращенное к вечности, дарит». И вы тут же видите, что на самом деле вы оказываетесь внутри подземелья Дуборга, в этих корнях, в тюрьме, и вы стоите возле корней и в ваших руках огромные какие-то чаны с отравленным ядом. И вы заливаете этот яд в Дуборг. И в этот момент вы понимаете, что ваша кожа начинает молодеть и становиться прекрасными, сильными и мощными. Ребята, мне не нравится этот парень. И слышите еще последние слова. «В битве с противником неизвестным, лукавым, неведомым, помоги мне, обманом и хитростью точившейся правду мою одарить погибнет». И вы чувствуете, что вы наполняетесь просто какой-то невероятной мощью. И в этот раз, после этого третьего введения, он исчезает. что это было? Я не знаю. Я что, Дуборг должен отравить. Я бы вернулся, посмотрел, что там с Дуборгом. Нет, мне кажется, это будущее, но несколько отдаленное. Или наоборот, то, что нам не надо делать. Это было к вам обращение. То есть, когда была команда, он вам объяснял, что нужно сделать. Залить ядом Дуборг? Вы сначала почувствовали чуть-чуть, раз, раз, вы сначала почувствовали определенную силу, что вам поклоняются стихии. Вот, и вы увидели, что нужно. Потом вы почувствовали поклонение, и что для этого нужно. а потом почувствовали, что безграничие, что для этого нужно. И это вот некое такое было обращение к вам. Эх. И он с вами сражаться не собирался. Он, наоборот, вас вхвалял, как лучших воинов, тех, кто вернулись, и вернулись не просто так. Тогда наш путь вперед. Да, надо выяснить, что это было. Вот, вы смотрите, вы с этой стороны слышите по-прежнему какое-то бормотание, что-то происходит. Вот с этой стороны вы слышите, продолжаются всякие там писки, все основное. А там глухо, там особо, ну там какое-то сияние легкое происходит. Куда пойдем? Сияние. Я тоже про сияние позвонил. Вы проходите мимо, и вот когда вы идете, с этой стороны появляется крыса. Она очень странная, она такая, волочит за собой поломанные ноги, у нее там выпадают глаза, кожа, свисает, кости одни, она тащит за собой меч. Может быть, кинжал в нее кинуть, чтобы остановить. Она что, она хочет нас атаковать, эта крыса, или нет? По ее глазам и видно, что она ничего не хочет. А, надо пропустить ее, посмотреть, куда пойдет. Она идет в ту сторону, и она замахивается мечом у тебя. А, ну, все тогда. И меча, знаешь, и не получается тебя нанести от Дурана. Пропустил. колен, а получил я. от Капитана. Надо атаковать ее, конечно. Так, Коля. А я могу ее оглушить, чтобы потом с ней поговорить, нет? А ты уже, ты уже пропустил свой ход, ты подождал просто. А я так понимаю, все говорит бесполезно, там же он вываливается. Нет, ты можешь подойти к ней, попробовать поговорить с ней. Не стоит. Я тоже думаю. Ты подбегаешь и бьешь ее? Я? Да. Ну, я кидаю кинжал. Кидаешь кинжал. Да я думаю, там Несс ее прибил уже. Да нет, я пропускал ее. Командир сказал пропускать. В нее, врезаясь, кинжал торчит с нее. Ну, и хоть бы что. Так, а у меня есть это воля, там, приказать атаковать еще раз. Прикажи мне, командир, я атакую эту крысу для тебя. Да, ты можешь заставить нас атаковать. Ну, я имею в виду умение. Да, 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 за один сыр только. А, у меня сыра нет. Да не надо сыра, он сейчас магику с ЮСПП. Да, простая атака палочкой. Потыкать палочкой. Так, два палочка на четыре. Четыре. А, полностью отбила. Ты понимаешь, когда ты ее рубишь, а сыр с нее не валится. А, окей. Вторую способность могу использовать? Да, какую использовать? Ну, а один надо, одна способность. Ну, мистическая стрела тогда. Давай. Один сыр трачу. Ага. А вот на эту крысу еще сыр тратить. Ну, побыстрее, хочу с ней разобраться. Да, ты ее, ты ее выносишь. Ты ее вылетряешь, она падает сюда. Так, ну что, давай подойдем поближе, осмотрим ее. Она тут же встает. Ой, я хочу поближе посмотреть на нее. У released, это я ее замахиваю смолотом и хочу, чтобы ее косточки разлетелись в разные стороны. Как у тебя защита, аквандинYou'm защиты всего лишь. Она тебя ранит, она такая «аррррррррр». Она меня ранит? Я ее облию. Магикус раорр Elsie потому что он захотел подойти посмотреть. Теперь ваш ход давайте. Колин. Ну, я говорю Незе, чтобы он умением. А, у меня есть сыр или нет? Я и так люблю лупануть. Я и так хочу лупануть без приказа. Ну, давай, давай. Ладно, давай, Незе. Ты промахнулся мечом во всем мире. Я сыр получил, нет? Нет, сыр с меня не падает. Давай, опять же, умение. Смертвого упасть. Они сыр не носят с собой. Слушайте, но если ее нельзя перебить, что с ней делать-то? Столкнуть ее можем? Нет. Да нет, перебить-то можно. Нет, она встает. Но с какой-то вероятностью. А я могу ей повелевать? У меня же было видение, что я повелеваю мертвыми. Ты можешь повелевать, если сделать то, что было в этом видении. Залить ядом дуборг? Повелевать – это когда тебе крысы поклонялись. Когда ты начал их бить, они начали тебе поклоняться. Что это значит? Ну, я их начал бить, они мне начали поклоняться. Да. Надо эту штукнуть, она будет мне служить. Ну, не так просто. Но крысы там нормальные, там живые к тебе крысы подошли. Это мысль. Давайте еще раз попробуем атаковать. То было видение, что тебе нужно как бы с ними сделать, чтобы иметь возможность повелевать. Я не очень понял. Можно еще раз видение вспомнить? Давай, ты вспоминаешь. Он тебе говорил, он обращал то, что ты можешь как грозный, как бич, твой взгляд. И те, кто будет тебе поклоняться, они тебе будут поклоняться. И он тебе даст власть, этот мерзь, чтобы его поклоняли всех, кто против тебя выходит на это поле брани. И задание, да, это такое. Ты должен того, кто тебе противится, ослушаться тебя, ты должен его спутать, то есть запутать, что-нибудь сделать, с ним обмануть. А если он тебе не будет покоряться, он будет мятежным или сумасшедшим, должен его разрушить. Значит, я должен разрушить эту сумасшедшую крысу. А запутать? Как ее? Ты можешь вместо атаки обнять ее там. Мне кажется, разрушить безопаснее. Так, вы ее атакуете дальше? Да, давайте, наверное, атакуете. Да, я попробую ее разрушить. Давай, так, а кто у вас уже, кто знает, а кто у вас уже ходил? Ну, стой. Вы по два раза походили? Да, по-моему, еще не ходили. То есть ты подошел, она тебя стукнула. Ну, вот. Я ее так и не стукнул ни разу. Да, может быть, Нез ее. А, Нез и Нез. Давайте тоже по очереди, чтобы они там не запутались. Давайте. Ну, если будете запоминать, чтобы запоминали, то я забываю. Нез, ты ее пытаешься выполнить, да? Да. А, ты ее ударил, и у тебя выплыли луки и сыр. Ты сегодня не получил ничего. Вот что. А, ну, тогда... Тогда колец. Смотри, ну, у Неза ж удар посильнее будет, да? Да. Может быть, просто я ему умением, если мне Магикус сырок даст. Хотя, я не знаю, стоит ли тратить сыр. Ты можешь ножом попробовать ее. Да. Давай я сначала кину кинжал, а потом подойду и ножом еще. Ты кидаешь кинжал, еще один кинжал, ее в грудь втыкается и ничего. Ты туда подбегаешь близко. Ты становишься рядом с Незом или с Магикусом рядом? С Магикусом. Давай. Папу защищай, да? Ну, туда прилетает чаще. Раз, звездочка. Три, четыре, пять. Ты ее просто вырубаешь, рассекаешь, скажем, мечом. Какой-то кусок там руки отрубываешь ее. Вот. Она такая валяется. А забрать меч у нее можно просто? Нет. Она в это время опять встает и машет мечом у вас. Ну, давай попробуй еще раз ее... Стой. Может, я ее обниму? Но мне это кажется очень скромной идеей. Мы все же видели, да, то видение? Да, мы все видели одинаковое видение. Так, я просто не очень все еще понимаю, что она значит... Так, может быть, ну ее нафиг? А мы пробежать дальше можем или надо разбирать? Она встает, она здесь на клетках, она встает на ней. Пробежать так просто не получится. Обнять ее? Можете попробовать опять ее вмять? А что опять? Мы ее не пробовали обнимать? Вмять. Вмять ее. Ну, да, и я в нее еще раз из палочки выстрелю. Она... Этот, в общем, это огонь, он ее начинает у нее гореть, и она просто стоит и горит. Теперь она замахивается. Замахивается она на Колина. Оля отбивает вот так, очень такая, такая, неумелая, да, вот так. А если ее с веревкой, крючком с леской связать? У тебя ж... Или нет ее? Нет, есть, есть. Ты можешь ее попробовать связать? Да, вот. Да? Ты как... Как ковбой. Как ковбой? Не, может, я ее пока попробую... Она немножко подгорает с одной стороны, с другой стороны. Какие джаллы из нее торчат? Я могу попробовать ее ступнуть, и пока она снова будет собираться, если ты ее быстренько обвяжешь. Она очень быстро встает, я смотрю. Да? Не, ну... Он, ну, в какой-то момент должен уже догореть. То есть... Ну, давай посмотрим, что дальше происходит. Вы смотрите, что дальше происходит? Угу. Нет, ну, кто там по очереди? Давайте. Ну, да, давайте я. Угу. Так. Колин, у тебя... 2 атаки. Ну, у тебя, получается, по сути, 4 выпало. А у нее все лишь 2 защиты, и ты ее вырубываешь. Опять. А... И у меня еще одна, по-моему, да? Она опять встает, блин. А у меня же еще одна атака была там вроде. Да, у тебя еще одна атака, она опять встала. Да. Так, угу. Кинжалами, можешь отойти? Подальше, типа, чтобы кинуть в нее кинжал? А, вот я, наверное, отойду, да. Жарко очень тут. Ты когда-то ходишь и такой... Ничего, бывает. Кинжал, но в церкви нет. Да, ты хочешь, чтобы 2 кинжала ее бьешь в грудь, и ее просто отбивают назад, и она опять падает сюда. Так. Она опять встает. А что там должно выпасть, чтобы она не встала? Звездочка, значит, она опять... На ребро. Это что, уже... Три раза подряд звездочка выпадает? Четыре раза подряд выпадает звездочка. Тут 50 на 50. Я подхожу и луплю молотом. Кроши, лупи. Она отбивает твои атаки молотом. А, я не ходил лучше. А я вот в нее кинжалы кидаю, они в ней остаются. Не остались кинжалы. Она тоже хочет походить. А ты на веревочке их на задки жалуй. Дай я попробую ее поджарить. Давай. Из палочки. И если не удастся, то вторым действием невидимость на себя накладывала. Тебе не удается вообще. Просто мимо. Косов. Тогда один сыр убери. Я невидимый восстановлюсь. Прости, Несс. Пропадает Магикус опять. Оставляет вас двоих. Теперь подходит Криса. Я пойду не искать. Начинается. Несс отбивает ее в атаку. Спокойно. Чтобы дальше ее убить войти. Ну, мы близки. Я думаю, после четырех звездочек. Ну, велика вероятность, что сейчас будет нормальный кубик. Бьем дальше? Да. Она получает одно ранение. Такая полу... Полу ей больно. Полу больно. Полу больно. Полу больно, да. Как ей может быть больно? Она ж мертвая. Она ж не чувствует ничего. Но ей неудобно, наверное. Молот застрял между ребрами. Она не может двигаться. Голосовые связки прижала. Она дышать ненормально дает. Умертву умереть не может. Колин у нее кидает и вырубает ее. Итак. Итак. Она просыпается. Момент истины. Будет ребро или нет? Нет. Она просто поляется и все. Дохла здесь. Да. Ну окей. Давай подойдем все-таки осмотрим, что это было. Хотя Колин уже сталкивался с зомбаками. Да мне кажется, надо дальше идти просто. Ну и в смысле... А, я кинжалы забрала. Да. Ну я вообще в первый раз вижу зомбака. Мне интересно смотреть. Типа я вижу уже почти разложившийся труп. Да. Ты подходишь, ты видишь, что эта крыса такая в боевом одета. И возможно это те, которые еще тут остались. Ты вообще стоишь на груди костей в этом месте. Вот. И да, ты не понимаешь вообще каким образом она поднималась и куда-то шла. Ну то есть это явно она неживая и стыр с нее точно там не сбьешь никак. Не кромантия. Проклятые. Так, ну что, продолжай. Вы слышите, там есть писк, там шорох и там синя-сияние. Я бы на синя-сияние пошел. Писк. Мы там мышей же ищем. Может, все-таки сходим сначала на писк? Ну, вернуться то успеем. Давайте. Вы туда идете, да? Да. Вы проходите. Ребят, я еще минут десять смогу. Да, я думаю, можно потихоньку привал делать. Давайте, да. Можно сейчас, как бы здесь, сюжет правило про штрит. Давайте здесь и сделаем привал. Ну, вообще, если здесь еще что-то разгребете здесь. Я же говорю, минут десять могу еще. Ну, я не знаю, чтобы не торопиться, может быть, тогда сохранимся. Угу. Чтобы. Угу. Угу. Или мы, это, с Кодином пойдем, а магику сам там будет. Угу. Угу. Не, ну а как? Интересно же, что там. Угу. Хорошо. Ну, тогда вы можете просто пока на этом месте остановиться. Ну, давай. Хорошо. Принт-скрин. Чик. Чик. Вот. Спасибо. Мне было интересно, если бы на Дуброге. Да. Дочку королевы отдать стражникам, чтобы они выпустили. Самая большая интрига в конце игры, что все-таки с Ильей. Неделю от нее везти не было после этого. Ну, она ж не узнает, кто надо умелтунишь. Ну, надеюсь, стражники ей не скажут. Я больше на допросы к ее маме не пойду. Так что, да, все. Она будет рассказывать, она отдаваться, я все. Что-то да, мы уже набедокурили. Ну, с кого можно было слово взять, у нас с кого и взяла. Основные ничего не говорили, не пытались. Ну, кстати, да. А есть текстовая версия этого пророчества? Как-то его сложно держать в голове. Ну, не пророчество, а то, что мы видели. Да, да. Я могу сейчас сбросить просто, скопировать эти сбросики. Угу. Да, было приятно. Я думаю, там есть какие-то подсмыслы, которые надо разгадать. Ну, да, я старался, но, видно, перестарался. Да нет, ну, просто на слух, ну, мне тяжело, например, так запоминать. Угу. Хорошо, я в чат сброшу. Угу. Супер. Вот. Ладно. Спасибо большое. Ребят, спасибо. Вам. Спасибо всем. Тебе спасибо. И вам, да. Давайте. Пока-пока.